Ребят, не знаю как вы к этому отнесетесь, поймете ли вы нас правильно, но мы решили переехать жить в Припять. Сделаем там ремонт и обеспечим все необходимое для комфортного проживания. Мы проведем воду, свет, отопление. Да, мы знаем, что это нелегко, но мы твердо решили сделать это. Мы едем туда не просто так. Пока мы будем там жить, мы хотим восстанавливать интересные места Припяти, а также квартиры, чтобы можно было там в будущем уже жить. Это будут просто сумасшедшие приключения. Вы не переключайтесь, это будет интересно. Сейчас мы направляемся в магазин, чтобы скупиться всем необходимым строительным материалом, для того, чтобы сделать ремонт вообще прям по красоте. Вы не представляете, какой нас ждет масштаб, сколько нам всего надо закупить и еще это нам надо как-то привезти в Припять. Как мы это будем делать, мы еще не знаем. Будем просто импровизировать. Ну вот мы приехали в эпицентр. Вы знаете каких-нибудь людей, кто делал ремонт в Припяти? Вообще жил там. А мы туда переезжаем на долгий срок. Сейчас вы окунетесь вместе с нами в строительный мир эпицентра. Извините, сэр, подскажите, пожалуйста, где можно тележку большую взять? Да, вот здесь. Какая на киоск. А что она такая маленькая? Сейчас выбираем краску. Да, как будто в эту краску внутрь надо тонер добавлять, мы не знали, мы думали, она сразу цветная идет. Она вся белая, представляете? Короче, мы пока что остановились вот на таком цвете, на таком вот салатовом. Нам надо как-то рассчитать, сколько нам краски надо. Мы пока решили 10 литров брать. Но есть подозрение, что может не хватить, потому что надо красить несколько слоев, чтобы у нас все было вот так красиво. А сколько она стоит? 140. 500 куда? Сколько литров тут? 10 литров. Какие вообще есть дешевенькие еще в районе? 500 или еще дешевле? Саня все подешевле ищет здесь дешевые кисточки, дешевые тонеры. Не, ну а что, куда делаться? Мы немного зарабатываем. Оно же не покрашено было до этого ничего? А вообще не было покрашено? Серые стены, но они ровные. Но они крашены или не крашены? Вообще не надо. Нет, там обои на них, да, были поклеены. Лучше прогрунтовать. А грунтовки сколько примерно надо? На сколько квадрата? На 30. А мы не дотащим. Это еще литров 10, да? 45 всего стоит? Мы прям замальчиво, надо брать. Саня все дешевые цены ищет. Это типа как, один к двум, да? Тут 5 литров в ней, представляешь, так и не скажешь. Можно посмотреть. Можно понюхать, Саня. Ну нельзя, но не сильно вонючить. Ёлки-палки. Пахнет павалом. Не воняет. Быстро сохнет? 2 часа. Класс. То, что доктор прописал. Идеально просто. Это для котов. Да. Вот, круто. Что-то сильно палило? Да. Слазь. До меня дошли слухи, что в прошлых выпусках вам не понравилось, как мы катались на тележке перед закупом, когда собирались в Чернобыль. Так вот, цените. Кто-нибудь играл в игру «Царь горы?» Так вот, я царь. Вот мой меч. Так, ладно, короче, пора сваливать. Кажется, меня заметили. Волки нам теперь не страшны. Ой, кашула. Нормальный ему сейчас. Это реально, кто так ходит под романом. Ты шо? Не, острый, острый. Скажите, пожалуйста, как вы вообще вот относитесь к самой идее сделать ремонт покинутой Припяти? Покинутой Припяти? Это у вас какая-то акция какая-то. Для кого это делать? Для себя, конечно. Для себя? Конечно, для себя, да. Это, получается, три метра нам надо брать. Я не знаю. Я говорю, что три метра. Да, да, да. Два восемьдесят, а дальше уберете. Да, да. Хотим отремонтировать мебель и обидеть ее этой тканью. Все режем? Да, все. Ткань на самом деле вышла приличных денег, что сам консультант распечатал нам бумажку и сказал, вы сначала идите оплатите, а потом я вам отрежу ткань. По карточке физобмену. Спасибо, нам карточка не нужна. Я в следующий раз, я вам отрежу по следующему раунду. Спасибо. Спасибо. Вовдук, вы сейчас нет, а завтра надо, а я вам уже все знаю. Она так прям яро хотела эту карточку толкнуть. Она заплачивает. Ну, короче, все, мы оплатили. Да, вот, чек нам влепили. Неприлично называть такие большие суммы. Все, нам остается взять монтажную пену и мы едем в путь. Ну, что, пацаны, короче, закупились мы только что продуктами. Очень много еды мы взяли. Как это все мы будем тащить на себе, я даже не представляю. То есть, помимо этих продуктов, у нас еще вещи личные. Там штаны, кофты и так далее. Это абзац. На самом деле нам пройти немного, но даже с таким грузом это перевес. Так, ну все, наступил следующий день. У Димаса хорошее настроение. Он верит в наш поход, говорит, что все у нас получится. Пока нутности. Приехали пацаны? Рыбак рыбака видит издалека. Так, знакомьтесь, это Альберт. Что у тебя за это? Дибирский причессон. А я, короче, понял. Братан, ты в Чернобыль собрался. Ну, пока смотрел. Вообще, да, нормально. Он пацан на русских номерах по Киеву гоняет. Единственный в Киеве. Именно вот я. Так, вы готовы? А что там что-то поменялось? Ну, короче, заходите. Пополки, Пап. Вот это да. А чего ты так мало? Мало, нормально. Нормально же мало. 25 литров и плюс еще мало. Все остальное мы будем добирать там уже. С речки. Конечно. Сегодня скучать не будем. А знаете почему? Потому что с нами сегодня Джастин Вибер. Да, собственно. Бэйби. Да, так что у нас будет живая музыка. Там у тебя такая штука есть, которая в Чернобыле нам очень будет нужна. Это спиннинг. Я думаю, мы с ребятами... Ой, боже. Да. Вот это да. С голоду не помрем. И нам удастся все-таки половить рыбу здоровенно, помню, сама. Из-за этого у нас сячок, собственно. Вы что думаете? Мы не просто так не будем делать все. Сейчас все это мы соберем в пакеты. Димас позвонит одному очень крутому чуваку, который сейчас приедет на машине. Мы все это грузим ему в салон. И этот чувак прямо через КПП пост, через детятки провезет весь этот наш груз. Этих людей, которые нам помогают, их нельзя снимать. Потому что если они спалятся, у них такие проблемы будут. Лица, конечно, и голоса мы скроем. Но все, что можно, мы вам покажем. Да, все, короче, понеслась. Понесла. Прыгаем в тачку, поедем к одному чуваку, там скинем мою машину. Сейчас идет самый главный процесс договора за нашу машину, которая нас повезет. Надо, короче, прятать камеру, потому что сейчас будет жесть. Что там, Антон, что там вообще? Сейчас. Что уже три машины за нами приехали? Да, да, все хорошо. Нас на трех машинах сопровождают? Короче, Димас сказал, что здесь поставили всех на уши, чтобы нам тупо помогли, прикинь, пробраться со стройматериалом и огромным количеством продуктов в Припять. Пути назад уже нет, все, процесс запущен. Нас сопровождает машина, сблизи я не могу снимать, вот мы за ней сейчас едем. Это точно мы за ней едем? Мы потеряли машину, которая нас сопровождает. Понимаете, мы не знаем, за кем мы едем вообще, что за люди, кто это такие, да? Мы как бы доверяем просто Диме. Сейчас мы едем за ними, они включают аварийку и останавливаются. У нас уже мысли такие, что сейчас они нахрен выйдут, и в натуре нас пошмаляют, и не знаю, заберут камеры, отожмут. Только начало нашего пути, мы только пересекаем границу Чернобыльского района. Это будет интересно! Чернобыльска, жди нас, мы идем. Мы уже въехали в село Детятки. Село-селом здесь, ребята, село-селом. Да, запах вот прям, чувствуешь, вот листья жгуты прям. Ребята, блин. Вот это вот главное КПП Чернобыля. Вот оно. И мы уезжаем. Ну что, ребята, мы приехали вместо... Нет, полетензианку. Да? Демас очкнул в подвал, спускаться. Ребят, короче, мы не можем показать вам, где находится это место. Но вот в таком подземелье мы спрятали наши вещи. Вон наши пакеты. И вот наша вода. Вот, ну тут прям стандартный такой подземный погреб. Только вдумайтесь на момент, что это все реально нести на себе. И сейчас я больше показать не могу. Что, больше кого дали? Да, конкретно. Понял. Сейчас немного поплыло, да? Мощно. Ну, мы искры пошли, понял? В голове такие. Ребят, мы высадились, вы посмотрите. Это сейчас будет происходить мой... Привет! Развиваем потихоньку. Ай, с утра не тует! Нас уже увидели, ребята. Нас спалили. Нас спалили. Привет. Мы что-то приехали. В новую группу идет. Да, те же самые? Привет, Лид. Что видели? Да позлились на нас. Что? Что, это не вас поймали? А, слушай, да, я бачу, тут ловили погранцы, тут в клещи зажимали. А они, блядь, на Ниве туда, к забору там ловили, короче. Сейчас надо облегать сюда. И погранцы были, полиция погранцы. А что, сегодня никто не проходил там? Нет, сегодня никого. Все чисто. Ну, ходят каждый день. Ходят каждый день, пешком. Ребят, не будем долго задерживать. Не, да заходите, ты ж не забывай про нас. Как всегда помню. Кому надо показать страшное производство приходите. А что, вы пиролиз, да, делаете? Мы все делаем. Мы, блин, у вас взрываются бывают. Мы плавим металлы всякие там, понимаешь? Сувенирище подожрать нас. Да, конечно, давайте, будет талисманом. Подгони один, блин. Метеорит принеси сюда. Для туриста у нас все можно. Для пенсионеров, для всяких пограничников. Мы, как бы, мы такие люди открытые. Это пиролиз резины? Да. Газ этот с них, да, делаете? Ну, не делай такое на домашней остановке. Войнизма страшная была. Соседи там чуть не повесились. Чуть-чуть подпахивает. Это метеорит. Ребята, огромное спасибо. Давай, заходи. Видите, вот эти вот деревья? Это уже зона. Это еще не зона, я тебе скажу по секрету. Это зона чуть дальше. Нас, короче, высадили. Вот мы сейчас с небольшим количеством своих личных вещей направляемся прямо к колючке. Основная часть наших вещей сейчас будет переведена через КПП пост детятки. Мы пешком перейдем через колючку и в назначенном месте там уже в зоне у нас будет ждать на машине. И он нас отвезет уже прямиком в Припять. И, кстати, нас ждут, добродушно ждут наша полиция. Где? Все уже знают, что мы едем. Да ладно. Серьезно? Ну, кипишочек серьезный. Сколько нам еще идти до зоны примерно? Ну, еще минут пять. И это очень опасный маршрут, на самом деле. Ну, во-первых, тропа. И, естественно, это самый легкий способ попасть в Дону. И, короче, тут очень много туристов, я так понимаю, да? Бегают все время. Да, не так много туристов, так много погранцов, полиции. Ага, ага. Теперь уже потише. Говорят, здесь пограничники сидят и они именно слушают шаги, слушают разговоры и все в этом духе. В этот раз мы идем не с пустыми руками. У нас есть вот такой крутой дозиметр, радиоскан. Так, мне эти ребята дали сувенирчики на производстве. Ребята, ребята, нам говорят, что уже тихо, потому что здесь погранцов очень много и они нас могут сейчас отслеживать. Ты взял дозик, дозик. Ага, Димитра, сколько нам показывает? Взял, убираем еще поиска. Угу. Начинаем мерить вот эту штуки. Не фонит. Четыре, ох, ничего себе. Тридцать один. Тридцать один. Тридцать один. Нет, все нормально падает. С дозой все четко пока. Так, и как мы видим, здесь фон пока нормально. Вот, смотрите, грибок. Давай его с собой возьмем и пожарим там. Радиоскан. Ёхни, нет, сто, шесть. Ладно, нам надо тридцать. Да, вот. Начинается реально какая-то жесть. Мы едем через дебри, чтобы нас по гранцах рано не заметило, потому что сейчас будем переходить колючку. Это одно из самых опасных моментов. Идем буквально минут 15. А я человек вообще не подготовленный. Вы же знаете, так спина начинает побаливать. От моего вот этого вот баула. Смотри, богоморы какие. Оторвем парочку. Какие-то звуки. Я слышу какой-то шорох. Ребята, это мой первый раз. Лезем. Охренеть, вы посмотрите, первый раз. Охренеть. Главное, чтобы в кустах не сидели, потому что нас забывали, что тут в кустах сидят коробки. Почему они прям на машинах сидят, нахватываться. Идем, 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 идем. Димас показывает, что можно идти. Я сколько дебов не нашел. Диман, мы туда. Как-то ночью безопаснее, да, заходить? Я не знаю, что пришел. Молодчик, за километр бинокль выведите. Диман сейчас по телефону сужает, даже там, где сейчас полиция стоит. А лесом там загружается, да? Потому что машины стоят, это хер. Они типа на этой стоят, на трассе. Либо блюз на перекрестке, понял. Хорошо, все, договорились. Давай. Что, Димас, какие дела? Короче, на нашем выходе, там мы должны где-нибудь выходить и грузиться в тачку, стоят лесники и грузят дерево в тачку. Нет, это шерсть. Это лось. Это тачка, пошли дальше. Тачка, тихо, тихо. Она очень не рядом, чувак. Да, хватит, слышно. Сейчас погнали. Мы свернули с нашей тропы и пошли на пролом через лес. Несмотря на все эти безумства, здесь нереально красиво. Лес просто девственный. Мы идем, а тут та же тропинок нет. То есть ничего не протопнуло, мы протопываем все сами. Несмотря на то, что сейчас конец октября, но на самом деле, почему-то стоит очень жаркая погода. Теплую одежду поставили машине, но все равно очень жарко. 22 градуса плюсом. Фу, смотри, сейчас у меня тоже просто все стекает за волос. Особенно мы с тобой еще одеты, блин, максимально. Ничего сказать, вибер, е-мое, головы не дынует вообще. Все, тихо, тихо. Все, вот, смотри, что тихо. Сейчас развилка какая-то будет. Ты слышал это? Какой-то страшный треск. Вот где-то там. Опять. Это дерево. Дерево, да, это деревья. Отстаю от ребят, потому что я купил самый дешевый походный портфель. И вот эта вот лямка херовая, она тупо ни хера не держит, он все время падает и выхерачивается. Такими легкими перебежками перебегаемся. Ребят, проходим вырубку. Вся проблема в том, что тут реально очень палевно. Все нормально. Охренеть, ты видел это? Я так пересрал. Палили. Посмотрите. Я так пересрал. Я же присел, короче. Я вообще хотел лезть. На самом деле я вообще-то был убегать. Я чуть не обусрался. Капец. А Диман вообще идет такой? А, смотри. А, нас там ждут? Да, да, да. А, мы свои. Что? Свои были, все нормально. Свои? Да. Обалдеть. Оказалось, что телесники, которые стоят и грузят дерево, это Коспина наши знакомые. Одного из них узнал. Мы по дороге его встретили. Но только что нам сказали, что проехала патрульная машина в сторону десяток. Она может возвращаться сейчас, когда мы будем забрасываться. Пацан. И тяжело. У нас будет сейчас очень крутой факап, потому что на этом поле в конце, где нас забирает машина, стоят лесники и грузят деревья на свою машину. И нам типа нельзя их не обойти, ничего, потому что это единственная точка выбросать сюда. Алло. Здесь все, что тачка подъедет, а вверх, а вверх, а вверх. Сейчас мы уходим на асфальт, на центральную трассу. И только подъезжает тачка наша, мы моментально должны в нее запрыгнуть. Все, ребята, это не шутки. Мы подходим к центральной трассе. Если нас здесь заметят, это труба. КамАЗ лесопильный. Там машина стоит. Ё-моё, там лесопилка. Блин. Давай обойдем, я бы пошел в лес. Это жесть. Здесь и пилка стоит, прямо на забросах. Что, Димас пошел договариваться? Может, присядем хотя бы, чтобы не палиться? Да, да, да. Тихо, тихо, тихо. Я думаю, нормально все должно быть. Вон там люди, они нас сегодня. Где? На машине. Вон стоит. Да вижу, вижу. И он какой-то выходит все время. Он кому-то звонит. Ребята, он кому-то звонит. На туре? Да, смотри, он с кем-то разговаривает у телефона. А, нет, так это он и есть, это наш. Это не надо. Да, да, это наш. Смотрите, идем четко все. Ёлки-палки. Что ты скажешь? Я на самом деле вообще не понимаю, что происходит. То какой-то чувак не резко вылазит, то сейчас опять лесопилка. То есть, реально сценарий, который нельзя предугадать. Бежит, 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 бежит. Жестко. Так, все жести. Погнали. Вот через Деброво будет вообще отлично. Да, прикинь, мы тут летели на велик. Ну, ничего. Непонятно, почему столько леса вырубаются. Это же вроде заповедник чернобыльский. Все народ чернобыль. Тут помнишь, я снимал? Да, да, да. Тут разворачивались. А, а сейчас, походу. А вот и экскурсия. А, сидите в двери. Все, только латонированы. Все, ждем. Потом голос можно изменить. Мы ждем в машине, да, вот я не понял, что. Тихо, 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 я храню сидел. Ничего себе, блин. Сержимный объект. Собственно, мы ждем, не знаю чего. Вообще даже не понимаем, куда мы сейчас едем. Куда мы сейчас едем. Жесть. Ну, я так понял, мы за каким-то пропуском сюда заехали. Мы даже не знаем, каким. Сейчас человек, который нас везет, пошел за этим пропуском. Попросил нас не открывать двери. Сидеть в машине, если кто бы не подошел. Типа, нас тут нет вообще. Стекла тонированные, поэтому мы так смело сейчас снимаем все, что вокруг происходит. Блин, еще тачка. Машина, да, медленно проезжает. Ход льется рекой, потому что очень жарко сегодня. Мы одеты, конечно же, были готовы к самым худшим условиям. И потом, ой-ой-ой, ты посмотри, как она медленно. Не парьтесь, не парьтесь. Сидим и все. Сейчас выехали из Чернобыля. Это окружная дорога за Чернобылем. Что в самом Чернобыле, что за ним фон в норме. 13 микрорентген. Чернобыль вообще чистое место в плане радиации. Садвий, двадцать. Да, восемьдесят, двадцать три. Мы какую-то грязную зону, наверное, проезжаем. Но мы там в машине набрать. На спад пошли. Какая-то зона была. Да, проехали. Все, на спад пошли. Так, давай туда помередем. Да, да, мы летаем. Торма. Все, короче, мы приехали. Сейчас выгружаемся. Ну что-то мы выбросились, конечно. Ну, такое криповое место на самом деле, да? Мы тут просто на базе, понял у вас, под Яновым. Я просто хотел узнать, можно ли перейдовать, если кто-нибудь подъехал там? Ну, из ментов. Ну, да. Лучше, короче, здесь особо не оставляться. Спасибо, пожалуйста. Еще очень. Окей. Хорошо, все, давай. Ну что, ребят, просто жесть. Место, куда мы забросились, очень темное. Могут приехать менты, я так понял, в любой момент надо очень быстро действовать. Они могут приехать один раз в месяц, а могут приехать два раза на день. Сюда? Здесь раньше ребята, которые работали, они официально резали металл в Припять. Ага. Потом лавочку прикрыли, меньше стало подрядов, и, соответственно, сейчас это место, оно, типа, находится в такой серой зоне. То есть, это как бы нельзя делать. Короче, ребят, вы просто гляньте, сколько у нас вещей. Какая здесь куча лежит. Вот куча, да. И вот еще куча. Я тебе жму краба, прямо душевно. Вот этот чувак нас на машине провез в Припять. Я не знаю, как ему это удалось. Ссылочка будет в описании на твой контакт. Возможно. В этот раз это было очень сложно. Не знаю почему. Два чувака отказались, и третья нас сюда привезла. Но у нас еще впереди, ой, нелегкая задача ждет. Нам все это надо донести до нашей квартиры в Припяти, а идти немало. Мы сейчас, типа, все складируем здесь, потом берем часть вещей. Я думаю, что на вторичку нужно пойти. И оттуда уже ночью быстренько перетянуть все. То есть, мы будем заходить ночью, да, в Припять? Да. Вот эти вещи мы сейчас спрячем, вот в этом вагончике. Распиратор, смотри, где-то висит. Что там? Касок, посмотри, вы все внимания, да. Ну, тут работали, резали металл официально. Да, да, да. Смотрите. А тут камп стоит. Зачем камп приволокли сюда, непонятно. Буржуйка, кровать. Смотрите, что они делали. Они выбирали радиодетали. Релюшки лускали. Короче, ценный металл весь вытаскивали. Вот сейчас я вам покажу. Вот такие интегральные схемы расколурочивали. Там сразу видно, что напыление золота есть. А вот так выглядит действующий кабель 380 вольт. От такого мы запитали квартиру в Припяти. В прошлой нашей поездке. Превышение дозы моментально идет, но небольшое, 80. Я так понял, до 200, по сути, нам еще ничего не угрожает. Давайте померяем вагончик этот, в котором мы будем складировать наши вещи. Относительно чисто. Эта штука меня больше всего привлекает. Кажется, у нее радиация. Нифига нету. Блин, вообще место стремное, ребят. Что это с колеса, я не знаю. Радиация, короче, есть. Здесь я не вижу заражения. Да, погнали. Все, я выключаю запись. Мы заносим вещи. Ну что, ребят, мы ждем темноты. Машины какие-то ездят. Валим, отвалим. Валим. Тихо, тихо. Может, у нас лучше было вагончик забежать? Тихо. валим отсюда со всеми вещами эти вещи здесь оставляем те которые у нас а если их найдут мы сейчас и попалимся очень сильно лучше избегать всяких рисков короче мы оставили вещи наши в этом фургоне и сейчас отправились на поиск место куда можно перетащить эти вещи потому что здесь находиться сейчас очень палево сюда он как бы иногда ездит полицейский потом по ночи сюда вернемся за нашими вещами и уже ночью будем возвращаться в припять это опасный участок идем здесь когда мы вернемся обратно наши вещи будет надеюсь там все строительные материалы и да это очень опасно участок сейчас мы врываемся уже непосредственно смотри у меня соус в кармане всякие доза высокая сто семьдесят это просто фон оси опустить к земле из-за этого собственно мне ребята и сказали чтобы я купил обувь которую я мог сразу выкинуть то есть мы сейчас идем и почва очень зараженная короче ребят я пошел день на разведку мы сейчас под припятью и реально очень стрёмно потому что ходят случаи что нас ищут и мы хотим вообще по беспаленному зайти туда здесь мы будем искать то где мы переждем до ночи вот ребята уже залазят тут все разрушено какие-то сельхозустройства хранятся собака тишки блин ёлы пол какой месяц страшно вот наш новый дом уютная так мы сейчас включаем дозиметр нормально помещение закрыто во время аварии и сюда не попала радиоактивная путь чисто они безопаснее просто в лесу отсидеться где нет тропинок кто нас там найдет то здесь тоже никто нас не найдет здесь никто не будет искать лесу просто атмосферный лесу радиация выше но не зашкаливает макс ничего тебе как припять это лишь как луганск нас как вы знаете в 10 часов ночью уйдя на улицу нас ничего не работает людей нигде нет и здесь тоже людей нет хотя здесь просто большая радиация это вот очень страшно хочет значит у меня здесь ну тут как бы по идее фотоаппарат должен потемнел как вы видите оставательное сюда мы будем сносить свои вещи главное чтобы наши вещи там не украли если кто-то спалит наши вещи то они просто сделают засаду чтобы нас повязать дико холодно на самом деле прям когда я жаловался что жарко пускай лучше будет жарко чем холодно нам повезло и вещи брошенные вагончики никто не украл когда тащили вещи до промежуточной базы это было нелегко но нам тащить еще очень далеко их саму припять потому что да это еще не все мы не сама припять еще в два раза больше ну в четвером должен тащить до нашей квартиры сайт что думаешь на тащим пойти немножечко просто может это быть не так быстро и так безопасно нужно идти отсюда примерно сюда мы можем через заразы как-то братья не помех ближе путь мы нашли хату ну перекантовывать и завтра уже будем решать решал и насчет нормальной хаты наша хата убитая так мало-мальски нормально окна есть там можно еще пошариться но она типа в беспаленном месте это хорошо но сейчас мы туда шпот перетащим погнали будем искать место где бомбануться а уже завтра будем искать квартиру в этом микрорайоне в которую мы будем ремонтировать ночью при свете луны мы незаметно пронесли вещи в нашу квартиру мы дошли до нашей квартире где мы загружаем все наши вещи и таки мы не все вынесли за первый раз мы сейчас будем возвращаться с ребятами у них это будет третья фотка у меня это будет вторая фотка асаня будет искать квартиру потому что эта квартира не подходит течет потолок это самый главный минус на стене потеки и что самое главное пол пол прогнил и когда саня шел он вступил короче видеть проронил пол представляете то есть он еще чуть-чуть больше мог провалиться вниз и блин очень опасно здесь ходить а тут дрова ребят полная дрова большая опасность чернобыля в том что мы просто можем в любой момент провалиться вниз наступить на какую-нибудь хвост либо же там подвернуть или сломать ногу и тут понятное дело что никто нам первую помощь не окажет что такой мокрый потому что вы сами знаете мы тащили очень много вещей и машина на минут 30-40 чтобы все донести за одну ходку эмоции очень смешанные так он когда еще не испытал то есть я в полностью иду узнать как он как будто по каком-то силу и даже сейчас не осознаю где нахожусь макс когда мусора приедут и быстро поймешь хочешь в ванной покупаться как тебе ванная для зеркала смотрите ребят сделаем ремонт и кружить внутри есть до сохранилось все кайфу 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 . мы по ее повесим нормально чтобы из нас красиво это кухня пианино ты хочешь страшную музыку я в предвкушении как тебе слушай дальше это пинина в чернобыле прикинь 6 вот в чернобыле такая музыка ребята это очень стрёмно это мать пирсамая жесть все там сказать чтобы не шумели потому что сейчас могут и сталкеры прийти и пепс могут прийти наток сильно было слышно пианино приличную тихо похапнули конечно один герой это супер сус передаю тебе пламенный привет спасибо то что ты оказался таким пунктуальным заботливым человеком чтобы прям вот соблюдал все наши договоренности жаль что ты не поехал с нами отдыхай брат потому что я знаю тебе сейчас тяжело надо быть чуть конкретней ребята пойдут за последней третьей ходкой поэтому сейчас один буду искать хату вся наша компания ушла за вещами я один тут ищу в этом доме никого вообще нет тишина идеальная буквально за 15 минут и нашел чью-то сталкерскую хату 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 каких-то сталкеров первое чего меня вызвало подозрение это огромная куча мусора обратите внимание мусор современный значит сталкеры здесь жили судя по количеству мусора сталкеров здесь жила немного так сильно палиться не могу светить вот показываю саму хату кровати машинка обувь какой-то пакет и самое главное водочка все как положено и смотрите какие-то запасы там я еще не смотрел чё-то свечи свечи ахренеть это помогло от этих да тут куча запасов сгущенка смотрите лежит на знаю что они тут еще оставили что такое печенье увидели это что это значит супер сус это хата супер суса короче вся книга записей исписаны именами маркером очень крупно ладно вырубая свет светится только что мы стрелять его наконец-то зали последнюю ходку обратите внимание что мы только что до воду краска 817 килограмм бакс только чуть потише все пользуются потому что какие-то все время шаги были и наш проводник дима все время останавливался хорошо мы включали свет здесь ходит полиция нам уже передали сталкеры и нам было сюда нужно принести острые материалы в припяти то есть краска и так далее могут расценивать как за вандализм из-за этого это все очень стрёмно естественно мы перебежками быстро перебежали и все-таки донесли мы решили переночевать первую ночь в хате супер суса которую я нашел потому что в других квартирах не было кровати короче мы уже обосновываемся смотрите вот здесь у нас будет наш ночлег и как всегда мы в 4 часа ночи начинаем готовить есть короче у нас пюре ребят то есть мы здесь не голодаем питаемся мы блин очень даже неплохо здесь чистый воздух действительно очень много активности и поэтому мы должны сохранять свой рацион антоха нам готовит десерт такая вот овсяночка очень приятно пахнет с клубничкой гореться водичка нашел покушаем и пусть еще пару минут на видео я как она стекает главное чтобы из нас плюс я не знаю какой у тебя там фантазия возникла когда ты видел как они стекают ребята просто охереть я здесь плю есть короче мышь ну давай отсюда уходи отсюда нормально все для мышка покушает если мусора не пыль то она нас будет грызть уши вот утром погрызли серьезно откусывают она дрызганула конечно сам дрызганула вот она пулянет пуляли смотри мне пакет виселся там скандал вот там сима сима она такая она такая она такая она только дернул сзади да 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 она дернул ты шокером хочешь ее а где она опять там лизу да она там затаилась спугни она выскочит она туда убежала вместе с первой да нет баклажан с черносливом не с черносливом это класс ребят это бред в нашей кровати живет мышь какой нахер баклажан я вообще херил мы спали 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 а в нашей кровати оказывается норка и тут появляется голова мышь тут такой визг был вообще особенно димон орал надеюсь когда я буду спать она не забежит ко мне в гости в спальник ребят доброе утро чё макс как спалось да спалось плохо потому что без штанов и это было очень холодно из-за этого я собственно посыпался и не выспался макс как твои соседи снизу нормально я их не чувствовал выспалась вот понимаете почему мне не нравилось спать да вы просто посмотрите вот как выглядит среднестатистическая квартира припяти но вы сейчас все это видите ну просто какой-то кошмар то да 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 здесь был ваня они баха так я спал трусах а вид какой из окна припятский райончик беспаленный так вода это не питьевая если что этого мы экономим на эту мы набрали воду с речки и теперь можем чистить дубка голоса добыла сталкеры взошли вот там вот это все равно здесь нашу хили каждый раз смотрите что тут творится но сейчас это все да мы деактивируем уже загрязнение антоха деактивирует загрязнения на ногах хорошая как она очень много мышей просто очень много мы мы вчера минимум 3 правительства так это мыши прогрызли пакет получается все высыпалось да тут очень много мышей первый раз вижу сколько мышей они живут прям в кровати не ну я первый раз спал в логове мышей он сам спал вот она наша катка вернее хата суперсуса мы уходим пацаны уже бегущая секторами скажи юным сталкерам на камеру куда надо выкидать мусор в припяти плане не знатку давали мусоров канализацию в открытые люки выкидываем полностью все пакеты весь мусор чтобы он не оставался в квартирах потому что приходит звери и даже на это то есть мы прикладываем зверей мусора а еще некоторые сталкеры внутри держат оставляют мусор прямо в своих хатах так делать нельзя вообще а это у нас хата склад сейчас вы все увидите сильно не шумим тут у нас водичка хранится у меня здесь очень много наживки опарыши черви прикормкой прикормкой конечно же удочка сачок сачком будем подсачивать самый здоровенный бугайок потому что на мой взгляд там будет просто 15 килограммового бугаи ребят Антоха пошел на разведку мы стоим ждем в подъезде чтобы не было экскурсий потому что вчера мы два раза видели здесь автобус а потом микроавтобус мерседес а ну-ка там команду мы выходим вчера ночью я обоследовал тот дом нашел всего одну более менее нормальную квартиру на думаю мы можем что-то получше найти и сейчас пойдем в соседний дом искать самые уцелевшие квартиры кстати входа нету придется обходить может как-то обойдем да ну это такой стремный дом ты посмотри нет почти нигде в окна да мне что-то это не нравится главное чтобы не нарвались сталкеров какие сталкеры ты посмотри не есть нормальные телефонная будка пойдем посмотрим может там еще телефон есть я не знаю да трубку кто-то оборвал вытянули это вам не с мобилки звонить тогда такие будки были так вот идешь идешь будка тебя нету это опасности припяти вот такие люки открытые вот еще один рядом пойдем сейчас в этот подъезд все обследовать я смотри смотри лестницы ты видишь лестница с одного этажа на другой этаж это были такие пожарные лестницы сталкер сказал вчера что припяти есть двухэтажные квартиры которые довольны многодетным детям правда я не поняли это не но это просто противопожарные они ходили в гости друг другу погнали скорее то мы так и не дойдем к щитовая смотрите чем мы нашли тоже в этом доме все фамилии выписаны видимо тогда так было модно охотова семенюк туманов ащиков это все жители которые жили в этом доме так пропускаем первый этаж тем сразу на второй короче план такой обходим 1 2 3 4 так на каждом этаже смотрим где меньше дечет все в путь первая квартира ну чё ты можешь сказать я тебе скажу что она мокрая выключатели нету двери нету окна есть кстати вот тобой вообще практически в идеале так себе я скажу их не восстановишь плюс окно выбито в ноль погнали следующее смотрите в каком состоянии попадаются квартиры полный погром как вроде тут ураган промчался все дело в том что просто текла вода и вода все уничтожает двери видите они поотрывались потому что они мягкие сделались пол превратился не пойми что в общем вода главный враг припяти крыши текут нам сказали только где-то в пятиэтаж как есть хорошие крыши которые не текут сразу по запаху слышно это кого-то фалкера значит я сейчас историю покажу смотри смотри он кошка это торнадо прошли мы три подъезда ближайших там вообще дровище все убито в дроводан ну водой размыто да это припять заметили мой 10 дом на горизонте он вообще слышь выглядит как новенький рисковый он палевный хочется туда сходить нет он не совсем новеньким у него просто технология строительства друга он просто выглядит белым мы можем проверить но там очень много окон разбит что наши поиски продолжаются мы ищем квартиру в которой можно сделать ремонт ни хрена себе я больше не пусть и целую линолеум ты как я за квартира просто сохранен ребят мы хотим обследовать весь подъезд на наличие радиации сейчас будем постепенно подниматься крыши там будет самый максимум в теории пока фон вообще абсолютно нормальный мы сейчас находимся в подъезде на последнем девятом этаже превышение фона не фиксируется давайте посмотрим в квартире сейчас фон 17 сейчас попробую поднести к полу где он будет максимальный померить никакого превышение не замечено пойдемте зал здесь отчетливо видно что крыша текла на рост мох и вместе с водой могли попасть радиоактивные частицы вообще нормы даже признаков на превышение нету 20 микрорентген в час что является абсолютно нормой идем на крышу я думаю там будет самое жесть я думаю тут чердак огромный но нас интересует крыша лифтовая выразумно выше вверх место конечно палит на это никого вроде нет 2 ербовые 16 этажки прямо рядом там обычная экскурсия макс дерево какое выросло прямо на крыше ты понимаешь какой страх потому что радиация мы ее не видим организм чувствует спокойно так радиация открываем крышку гамма фильтра рекомендую найти место где-нибудь улыбление померить там что-то начинается ничего себе гляньте смотрите сразу 800 это мох ничего себе два с половиной два с половиной да это рекорд это удач 5 ничего смотрите точка горячая смотри на за землю это 300 смотри что происходит она очень маленькая это сумасшедший много 8000 это ама плюс будет смотри отворачиваю сразу насколько слабее блять тут нельзя только находиться это опасно сейчас я тебе руку с частицей показать 8000 берем руку прокладываем между дозиметром и этим видишь рука уже не пропускала резко падает до 200 да убираем руку на этом же расстоянии сразу 7000 это значит это бета частицы их все рука задерживает это частиц она не проникает сквозь одежду но если обрезнуть и съесть кусочек вот этого вот моха то на это частица улет в организм так никого тут нету в городе никто не заломился пока мы уходили никто не залез смотри даже подвеска есть да были такие СССР машинки для детей туда садились тут кстати внутри педальки ты видел мы с вами похотели мы брались и за крышу руками и всякие железные штуки можно проверить дозиметром да дозиметром мало ли может у меня сейчас 300 уже и все придется убежать мы видим фон 2325 это на том месте где мы спали это чуть-чуть совсем выше чем в городе и это норма давайте в новую руку теперь меряем руки можно ложить я думаю потому что тут не такая радиация не ничего нету да и не будет потому что за грязную сильно ты не брался да померяем обувь прям вот так вот прислонять нельзя все-таки там могут быть частицы ну что ребят мы видим что даже обувь чиста не большое превышение идет но это в целом покрытие вот в массе мы выйдем на улицу фон будет намного выше жестко ребят мы не радиоактивно опасность все время на максимальном стрелке тихо тихо там стоит машина мы не знаем еще чья это машина может быть это полицейский каких то она прямо возле нашего дома стоит бус стоит да синий бус фольксваген мы решили сюда не пойти на свой страх и риск что сань жесть жесть охренеть кто там в этом бусе охренеть ребят там тупо может что не кто то сидел Диман сказал включай полный расслабон типа не парься иди и мы сделали вид будто мы туристы и прошли мимо автобуса а в автобусе сидел водитель он на нас посмотрел то он походу в телефоне залипал и начал дальше залипать в телефон там приходится рисковать короче есть хорошая новость мы нашли квартиру уже с мебелью но эта хата она короче сталкерская и надо сейчас спросить разрешение ребят кажется с хатой все решилось мы сейчас на крыше 9 этажки здесь хорошо ловит мобильная связь и Димон звонит тем самым сталкером ну слушай нам короче просто нужно сделать ремонт можно мы в этих и нет вообще только к лучшему будет планов когда ты будешь заезжать в следующий раз чтоб краска высохла все нормально у тебя там? нормально выйти? ну все бро в следующий раз кажется все супер у нас есть хата черт ребята наконец-то тут опасно на выходе потому что спонс полиция да тут дрон только что пролетел дрон пролетел? да это кто-то с экскурсии запустил походи это бы так сильно нету она знаешь как фонит на крыше 300 миликов примерно да не не 300 миликов это где 200-300 а почему мы дозиметры не взяли? микрорентген типа может до 1 милика доходить на крыше почему? крышу типа она забрала на себя ребята говорят что здесь очень радиоактивная крыша потому что у нее было тяжело вычистить вы сами понимаете здесь всякие осадки не выпадали пока что мы не взяли с собой дозиметры обязательно после каждой прогулки мы моем руки салфетками протираем дополнительно в том числе и обувь чтоб не было несколько почти в каждом подъезде мы находили сталкерские хаты ну что ребята идем из подъезда заходим и Макс такой говорит тут наверное ребята спят короче мы нашли хату смотрите какая хата часы даже где они нашли такие? че горят? че горят? че горят? че горят? че горят? здесь наверху мы слышали как мы идем мы там затаились ждут пока мы выйдем возможно охренеть ребята мы переехали жить покинутый город призрак Наконец-то мы нашли хату Я думаю, она нам подходит Пойдемте смотреть Смотрите, здесь матрас Есть шифонер большой Имеется диван Нам остается все это отремонтировать По-видимому, мы здесь когда-то давно жили сталкеры Но судя по количеству пыли Они здесь уже давно не появлялись Вначале наведем здесь порядок Подготовимся к ремонту И потом будем переносить стройматериалы Сейчас назад приехали минуты Паковать кого-то Может быть даже и нас Потому что много экскурсий И мы попадались на глаза Ребята, давайте подождем еще часик Чтобы все успокоилось Полная темень будет Тем более у нас сейчас луна хорошая Но других вариантов у нас нет Да, Димас? Для твариков Только ждать Сейчас основная наша задача Это убрать лишний хлам Давай Ставьте просто дверь Перекройте, чтобы не было видно с улицы Ага Это лайфхаки Это лайфхак чернобыльский Отлично Отлично Ребят, сосиска Ты шутишь? Сосиска, прикинь? Мышей кормят, короче, сталкера здесь Смотрите, как обои от них подтираются Отличная работа Че, Макс, можно тоже снимать обои потихоньку? Это было жестко, ребята Только что произошло падение света И мы сделали большой шум Смотрите, какая комната это была, когда мы ее приняли Сейчас обои мы уже сняли, матрасы вынесли Но работы полно, я вам скажу Сейчас все Завыглахаем Просто очень много пыляки вообще Капец, сколько пыляки Много, да? Ты тоже дачку ждем? Нет, ну да просто Поднималась пыль в воздух И я теперь не переживаю А вдруг в воздухе теперь летает тоже радиация Может же быть такое? Эту квартиру мы нашли совсем в другом районе Дело в том, что на старой нашей хате Где провели свет Мы обнаружили грязного сталкера Грязного, потому что оставляет кучи мусора И обрисованные стены Он водит сюда американских туристов За бешеные деньги И творит с ними что-то страшное Ребята, честно, для меня загадка Как умудрились чугунную ванну разорвать пополам? Вы смотрите, такой толстый металл Тут спали с толщиной Ее просто взорвали чем-то Так, ребята, мы уже перенесли все стройматериалы Как вы видите В нашу хату Самое главное, это не светить в окнах Потому что мы находимся не так далеко от центра Припяти Из-за этого пепсы могут нас, собственно, выдувать и понять, что мы здесь Ребят, мы подготавливаем поверхность Счищаем всю, которая непрочно держится по белку Потому что нам сейчас надо будет все это хрунтовать Чтобы потом покрасить Да, сейчас кто-то стопудово в комментариях напишет Ребят, вы что, психи? Вы понимаете пыль радиоактивную в комнате? Это буду, наверное, выкоментрировать Я отвечаю вам коротко и ясно Мы профессионалы И что, Сань, там дальше было? Нам можно А вы не повторяйте Хорошо, ладно Дозиметрический контроль Мы же в Припяти Без этого никак Ух ты, тут Ребят, тут самотестный момент оказывается Смотрите, где на лицо, Антохи Это реакция на пыль Или на вот это вот пик-пик-пик Ну-ка, змеи вот эти кофты Вот эти места Много, да, все-таки? Нормально До этого не доходит Так, смотри, там, чтобы свет не попадал Да нет, нормально все Ребят, отестный момент Мы наливаем краску белой Без колера Ух ты, там вышло Смотрите, какая у нас красочка Чего там скажешь, не вонючая? Да, да Ребят, отестный момент реально Ребят, смотри Да, она прекрасно красится Да, вы шо Вот только полюбуйтесь Квартира в Припяти оживает Что, сыпется по белка? Гадость Давай чуть-чуть туда водички просто подольем Прямо в коры Ну, что выливать? Можно чуть-чуть-чулички Все, размешают этой штукой Ну, что скажешь? Да, надо разговаривать Ну Смотрим, что нахуй Ты знаешь, вроде лучше Ну, еще второй раз пройдем Если где-то отслаивается Сильно не парься пока Короче, Светлана, как вариант Сами занимаются электрикой Ты красишь Мы с тобой сейчас отодвигаем диван И начинаем его убивать Вот у меня сейчас часть люстры Смотрите, что случилось Я думаю, что оно не работает Это патрон Обратите внимание, сколько ржавчины Это просто жесть Оно все заржавело Разумеется, электричество тут не может проходить Поэтому я нашел такой же самый патрончик В соседней квартире Который в идеальном состоянии Сейчас мы его просто заменим И будет все работать, как часы Какие пауэрбанки шли, по-своему, дали А где вы пауэрбанк нашли, пацаны? Прямо под кроватью Сейчас он рабочий Я уверен, что он рабочий Просто, видимо, выпал, короче Или они... Нет, сейчас он... Ох, я... Ох, я загорел Нет, ты посмотри Капец, 3-4% батареи И я, похоже, еще им сейчас телефон свой заряжу Это, походу, нычка сталкерская Нет, пацаны просто потеряли 3-4% заряда Он не такой тяжелый, что, по-моему, нычку Короче, Саня, у нас тут немножко план Потолок весь красить мы не будем Потому что побелка отливает Черные пятна закрашивают Вот так, в целом, потолок хороший Идеальный вообще Видите? Размешиваем ковар Чтобы придать классный цвет Смотрите, как... Ух, ничего... О, сибири Как он ядреный Это роспись Смотрите, какая тяпи А что за комочки? Это побелка была? Воды добавили сейчас Ух ты! Ничего себе! Полюбуйтесь, ребята Это же первый слой еще будет подкрашиваться Ну, знаете, приятный такой цвет, я вам скажу Жалко, что ночь, вы не можете выйдет во всей красе Но зато завтра с утра Но посмотрите, какое было он вверху И какое становится Тем временем, пока ребята красят стены У меня другая миссия Я успешно заменил патрончик на новый Посмотрите, как блестят контакты Теперь берем лампочку Новенькую Привезенную с Луганска Закручиваем Подожи напряжение Обалдеть! Обалдеть! Теперь мы это все дело как-то надо вставить Снизу разваливается Правда, она грязная Сейчас мы отмоем Но лампочку, конечно, надо помощней Слабенькая что-то Ватт-60 То есть это лампочка, которая была в подъезде прям, да? Ну что скажу вам, ребят Такого Припять еще не видела Как вам цвет? Ты умилотворяющий Милотворяющий Все, эти отлично красятся По-моему, шикарно просто А пробовали? Застывают уже? Все Показалось Шум какой-то И тут нас разбили много мужчин Каким-то образом А ну-ка Так, слышишь? Оно уже застыло Да И вони нету Но ты говорил, вонять будет на всю Припять В Припяти просто очень сильно Ощущаются запахи Которые народные Там, допустим, Готовской еды Либо же духи Мы сегодня заходили к ребятам Они кушали И они живут там На шестом этаже И мы с первого этажа Ощущали запах еды Поэтому с этим нужно быть тоже Очень осторожным Свет запущен в квартиру Правда, лампочка слабая Но она хватит пока В ванной комнате тоже работает Нормально так Сюда попадала вода Видите, уже какие-то синие Разобрали выключатель И вторая комната Не включается, блин Что-то заедает Ну, сейчас разберусь Проверяем свет Вот такой у нас пока выключатель Такое ощущение, как будто, знаете Мы находимся у бабушки Где-то в деревне Да А это, блин Видите, Припять, Припять Просто вот сейчас Одним кадром выйдет в подъезд А вы сейчас офигеете Так, накручиваем яркость фонарика Смотрите Ой, блин Шуметь нельзя Ну, тут уже видно, что это Припять Посмотрите подъезд Вы полюбуйтесь Да, это самый настоящий Припятский подъезд Посмотрите, лифтовая Видите, там полный пахон Посмотрите 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 Полный Блин Я не знаю Как можно еще Не поверить, что это Припять А это наша Сразу выдает какой-то А у нас здесь А скажите, что тут ладно Все, сейчас повешу плафон И вообще будет все круто Это уже третий слой пошел Чтобы было вообще прям Так, сейчас мы вот эти вот углы прокрашиваем В нашей квартире И не все розетки оказались рабочие Поэтому я пошел в соседнюю квартиру Сейчас мы демонтируем розеточку Уже так чуть наживил Сейчас мы ее выкрутим И переставим себе Ставим фиксаторы И затягиваем Все, что остается Это Прокрутить ее Прочно И не шатается Смотрите, как шикарно будет выглядеть наш диван Мы специально купили такую Золотистую ткань То есть запас бери небольшой Там же захлеб Прикиньте, новый диван будет Новая обивка Тем временем Антоха полным ходом продолжает покраску стен Стараемся делать все аккуратно Смотрите, даже мебель не вымазывается Все, все чистеньким Ты оттуда вода поддеваешь и вверх Бас Но оно классно, да, заходит? Ну, да Крут, придумали Мы думали, будет ромка щелкать Но, слышите Вообще классно Попадается, короче, местами побелка Которая очень порчит всю малину Но, тем не менее, смотрите, как красиво получается Не, ну, понятное дело Мы не рабочие Мы не строители Мы вот как можем Как это видим Так и делаем В любом случае, блин Мы себе делаем офигенную Сталкерскую квартиру Розетки все отремонтированы Теперь старую декоративную Вот эту штучку Надо аккуратно знать Потому что здесь уже есть напряжение Чтобы только не долбанула Закручиваем Окошко, конечно, у нас закрыто пленкой Чтобы свет на улицу не выходил И никто не видел, что здесь происходит Ничего, ребят Сделали свет Следующая задача сделать канализацию Чтобы у нас работала раковина и унитаз Ну, а в будущем Мы сделаем какую-то емкость Чтобы в ней можно было накапливать воду Надо поставить ванну Так, чтобы в ней накапливалась точная вода Ну, как с крыши, когда дождь идет Там трубы, по которым вода стекает с крыш Они как бы еще целые Ну, прикиньте Димон настолько крут Что он может организовать Доставку продуктов и еды Вообще за 5 секунд К несчастью, мы не можем Никаких подробностей озвучить Потому что ее могут прикрыть У нас есть своя маленькая яндекс.доставка Уже какой, четвертый слой пошел Краски И смотрите, насколько ровно она легла Антоха старается Диван мы оббили Кресло оббили И теперь еще матрас Антоха все красит Антоха, я думаю, может еще двери покрасить Есть черный баллончик у нас О, круто Сейчас сделаем, пожалуйста С этой стороны С той стороны мы ничего не делаем, чтобы не палиться Это будет футуристично Мы очень образованы И очень много книг читаем Футуристичных И чтобы не загадить стекло Вот это вот Решил края малярным скотчем Заклеить Ты нанюхался очень много краски Расскажи Что ты сейчас чувствуешь? Потому что я знаю, типа Мутнеешь Я знаю, что чувствую Я когда выхожу туда Я просто офигеваю Почему? Потому что ты посмотри Какой срач и как стрёмно там Там вообще обосраться можно Ребята А еще прикиньте, где какой-то силуэт Там появится Вообще, вы жесткая Боимся, что нашу хату быстро нанерут И когда этот видос выйдет Тут прям целые группы пойдут По Прибяти Будут искать эту хату Чтобы полностью разгремить Рассказывали ребята тоже Которые занимаются сталкерством То есть есть какие-то специальные вандалы Которые ходят, короче И делают так, чтобы сталкеров здесь не было И они просто все громятые хаты Разрезают матрасы И полностью все переворачивают вверх дном Чтобы там не было сталкеров Не знаю, зачем они это делают, кстати А еще они разбивают униталы У них это какой-то особый фетиш И скидывают пианино с балкона Да, вот это жесткий Вау Можно так пятнышками такими нарисовать Там еще такая линия покойная получилась Да, круто, ребята, смотрите Смотри, чтобы потеков не было На многом первой слой не носки Сейчас я приноловчусь Что скажешь? Будет на всю Припять вонять сейчас? Да, на весь район такое, что Это как раз кожа пахла Настало время штор Мы купили просто богатейшие шторы Для припять Распаковка Длин, ну крутые, крутые О-моё, наверное, не знаю Мне интересно, как их вешать Как-то тросик надо будет продеть То есть утолкану надо продеть Да, да, да Покрасили дверь Решили дверь полностью не закрашивать Классно будет? Да Футуристично Вы только вдумайтесь в этот масштаб Мы сейчас будем вешать шторы Не у себя дома В Припяти В Чернобыле Который взорвался в 86-м году Димас, помоги Низ, держи, чтобы не испачкались А то жалко Ну что, норму? Охренеть Длинные, да, они? Да, надо еще натянуть Да, надо еще чуть подтянуть Ничего, свет Как будто кто-то кричал Итак, каждые минут 30 мы замираем Сань, может, свет выключишь? Не испачкались Ничего Ничего, ничего На самом деле, стрёмно Потому что мало ли кто проходит Или сталкеры какие-то Ля-ля-ля Ля-ля-ля Все на сегодня? На самом деле, да Уже где-то 3 часа ночи Нам пора спать Все, отдыхать будем, ребят Погнали? Да, понеслась А спим мы пока в соседней хатке Потому что здесь ремонт Да еще и краску попахиваем Надеемся, эту квартиру никто не найдет Да, но мы хорошо ее запрятали Искать придется долго Мы у Гарри Поттера сумку отжали Типа бездонные вещи помещаются Так что мы эту хату туда закинем В сумку Гарри Поттера Чувак явно краска Парсами на поле сфотом Ребят, доброе утро Кипец Мы всю ночь делали ремонт И вообще сейчас сил нет Спина болит Ноги болят Руки, пальцы Это, конечно, все жесть полная Самый Sony Max Вообще так закрутился Что, классная конструкция, да? Баллон нас уже второй поход спасает Да, прикиньте, ребят Прямо на кровати Приготовка пищи у нас подходит к концу И Антоха приготовил всем Вот такие обалденные супчики Еще в каждом Мощно, мощно Такой жирный кусочек хлеба Еще руки не помыл Ребят, вам тоже приятного аппетита Вот такой вот у нас супчик сегодня Мы покидаем хату суперсуса И моемся Моемся, потому что мы переезжаем на нашу новую хатку В которой мы сегодня должны закончить ремонт Здесь нет воды Нет ничего То есть, ну, блин, реально Мы вот моемся салфетками И умываемся салфетками Он даже Антоха себя вот дезик Они так воняют Вообще, мои ноги так штырят Что прям тараканы разбегаются А я думаю, почему мыши от нас убежали сегодня Саня сказал, что перед каждым приемом еды Нужно протирать полностью все свое лицо Потому что мы можем маленькую вот эту частичку с собой есть И будет жопа Так что мы всегда все вытираем Ну что с распадами у тебя, хорошо? Да не очень Пыль на голове могла сесть Он кукла вообще в шоке, ребят Что, с садика сперли куклу? Наверное Эх, суперсус, суперсус Макс очень хочет рыбалку Я очень хочу рыбалку Знаешь, у меня прям, видень, я закидываю И тут сразу двухголовый гигант, короче, прям клюет, клюет, клюет Но ребята реально очень переживают, очень не хотят Но я их заставлю, и мы все-таки пойдем на рыбалку Да? Макс, потише Все, мы чистые, квартира чистая Можем теперь отправляться Вот мы уже поканули наши вещи Сейчас будем переезжать в новую квартиру Вы только зацените, как мы выходим по дню С квартиры Припяти Смотри, глянь Есть ли тачка? Что, думаешь, мне все-таки было? Давай Я пошел на разведку Так, вроде тачки нет Пацаны, пойдемте Нормально Очень опасно днем передвигаться в Припяти Нам надо вот все вещи перенести Давай, я за тобой, если что я смотрю Вчера вон там бусик стоял Все, наконец-таки мы добрались Зашли в подъезд Без палива Без палива Что, четко? Я думаю Все нормально? Да Фух Кстати, пацаны, вообще краска не воняет на сегодня Да Да, все вывонилось Тсс Идем за хату Да Запах немножко есть Открываем хату Мы так старались Вау Вау Сейчас мы дадим свет Я от Бега включу секретный рубильник Все, сейчас будем продолжать уборку Смотрите, какие мы купили перчатки А для чего они? Чтобы утирать пыль Ложками какой-то Прям какой-то Сейчас у нас задача Отмыть мебель нашу Потому что немножко краска покапала Тридцать лет никто не протирал эти шкафчики Смотрите, вот сколько здесь грязно Чистая тряпочка Вау Смотрите, как оно отмывается Как новенькое сразу Ля Один раз всего Вот так и качает Очень жесть Нам не надо покупать квартиру Мы нашли жилье себе бесплатно Не тратили кучу денег Квартир здесь много Бери и восстанавливай Круто было бы, если бы реально Вот люди, которые сейчас это увидят Приходили бы в Припять Реально с каким-то минимум количеством Строиматериалов И тоже пытались восстанавливать квартиры Прикинь Через пару лет То, что Припять восстановленная Макс походу подсел на эту фишку Обивать мебель Все, что под руки попадается Он отбивает вот этой тканью Таким образом Обновляем мебель Окна закрыты Да Громко, блин Мы же хотели в час ночи Нет, громко, реально Все, нам сейчас Нам нельзя тут шуметь У нас все-таки Еще пока не все схвачено В Припяти Классный стульчик получается Вообще шикардосный Вообще шикардосный И ты так ровненько делаешь Красиво Пытаюсь Блин Может ты мне дома мебель обобьешь Ольга Так тихо Пока день Можно открыть окошки И насладиться солнечным светом Смотрите, что это действительно Припять А то некоторые скажут Типа город Видите соседний подъезд Да, но так беспалево Уходим Через машину Сейчас побегу вас Нет Мы такого слышали И далеко Немножко побегал по этажам И буквально над нами Нашли вот такой Классный кухонный столик Да, чуть повыше Обои зацепились Ля-ля-ля Идет восстановление квартиры Еще обратите внимание Что тут тумба целая Это тумба под раковину Тут столик такой Если найдем кран То у нас будет рабочая раковина Ну и разумеется Воду еще надо будет подвезти Но у меня есть идея Как это сделать Вот, канализация Все целенько Видите Сифончик там все есть Ля-ля-ля-ля Подъезд Припятки Хорошо Постой быстрее Работаем, работаем Тоже Сегодня Борщик Может потом Они сегодня Пакетом Застелить Да Сделать клееночку Да Опа 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 Да, как раз Эту батарею Можно закрыть Ребят, это реально редкость Но мне удалось найти В Припяти Полностью Рабочее пианино Здесь Целый Механизм Вы видите Все на месте Я не могу сильно играть Потому что Потому что слышно далеко Мы даже постельное Привезли сюда Никаких спальных мешков Спи как дома Сейчас Вообще будет Валю сюда У меня была идея Одна изначально Чтобы одеяло Собой Не везти Мы сделаем Одеяло И спальника Ты заправить Хочешь? Конечно Вот это Я сегодня Спать буду Как король Как дома Как пахнет Это наверное Самая чистая кровать В Припяти Когда сюда заходишь Ты реально забываешь Что ты находишься В Припяти Это насколько Уютно И классно Настал момент Застилания ковра Та-да-да Та-да Ух ты Прям чётко Офигенно Чувак Сейчас мы еще Получить помоем Да И будем уже Разуваться Я время от времени Поднимаюсь на крышу Чтобы Хоть как-то Связаться по телефону Потому что Только на крыше В Припяти Выбит и связь Даже 3G есть Что у нас было По соседству Да Почти такая же квартира У нас и была И мы почти Из такой же квартиры Сделали нашу Хорошую Мы реально Запарились Ух ты Ё-моё Фух Ребята Пипец Я перепугался Саня Ты что ходишь Я слышу какой-то шёпот Ну а чё тут делать Я думал Всё у нас накрыли Ребята Ты посмотри Я еще обратил внимание Видишь Даже замок сохранился Он работает Прикид Он еще и работает Представляете Охренеть То есть Мы можем внутри закрыться Если его все перестанут Плафон Кстати Надо повешать Да Сделаем Плафон Тут у нас будет Короче Зона Прихожая Курочки Висеть Ботинки И так далее Все будут Разуваться Полы мы еще Помоем Здесь мы будем Кушать Вообще Вот уже у нас есть продукты На самом деле Насчет продуктов Мы не паримся У нас Как бы там есть связи Если что Нам продукты привезут Он санек Даже гардилу нам Сделал Из троса А Нашли телевизор Кстати мы Пыляк Мы уже стерлись Снимаем А там в розетку Воткни просто Вот Вот Удата Увидимся Забускай Что мы Нашли Телек работает Но я пока Еле-еле Там что-то ловит На одну волну Нашел Он медленно Греется Ну старый Очень Но он работает Реально Да Сейчас Соберу свет Чуть-чуть Появляется Но его просто Надо до ума Довести Ну да Он еще Видимо Подшатанный Вставляем Нашу Антенну Прям разъем Метровые волны И пробуем Может что-то Удастся поймать Мы слышим Какие-то голоса Но изображения нет Сигнал очень слабый То ли антенна сломана То ли просто Здесь нет Сигнала В Припяти Но я по-любому Постараюсь Его отремонтировать И посмотреть Что же Он тут будет Показывать Чернобыльской Зоне отчуждения Может 90-х Оставили Тут же город Жил в 90-й Черт А шестого года Местные ребята Завныкали Может быть реально Такое Может быть Вообще Саня У нас сейчас Работает Наши розетки Или нет Работает Постоянно То есть Я могу поставить Да Сейчас нам На подзарядку Свои аккумуляторы Что же Вот здесь На этом Мы уже привезли Сейчас я его запущу Проблема такая Что у него Евророзетка Вот смотрите И она туда Не втыкается Она сейчас Что-то придумала Короче Включила Тепловентилятор Сам вентилятор У него Клинит Надо немножко Расшатать Чтобы он крутился Просто немножечко Убитый Вот смотрите Пошел О Блин Пошел Пошел Я чувствую Как он тут Начал О Что за звук Димас Пришел На адский звук Слушай Я думал Реально уже Закончилось Наше проживание В Крепите Стой Ноги протирай Да Прости Прости Вроде Все идет четко Розетки все работают Заряжаем оборудование Световое Для камеры Тепловентилятор У нас запустился Наконец Он запустился Сейчас можно будет Обувь посушить И согреться У нас сегодня будет тепло Да У нас будет жара Сегодня Натопим так Что мало не покажется Ну что Он так жарко Да Теплый воздух Класс Ну мне кажется Разгонится Да Еще больше Да Он просто Сильно убитый Тепленький воздух Реально неплохо Я думал Горячий Ничего ребята Покушаем Давай Давай Уже Пора кушать У меня легкий Рецепт Крошин лает Засыпаем Это все Мивиной И греем На грелке И что будет вкусно Думаешь Думаю Это будут Перки Вы учитесь Ребят готовить У меня Повар Максим Всегда для вас Всегда с вами Мы всегда вместе Какой у тебя разряд Чувак 94 Каких нет Разряда Ну вот видишь Как У меня есть Максимальный Шестой разряд Завешиваем окно Чтобы с улицы Не было видно Света И смотрите Что у нас уходит Я вкрутил Саморезы И на них Очень Она прям Ровно вешается Все Теперь у нас точно Не спалят Да Видите Как она Все Все Отлично Пацаны Класс Вообще Вы просто Гляньте Реально Вот на эту комнату Как она Охеренно Выглядит Мы снова Порвались На крышу Прибедили Потому что У нас внизу Не ловит антенна Но тут Очень стрёмно Потому что Нас здесь Походу Видите Ребята Стремно было Колесо запускать А это не стрёмно Завтра будем Рыбу ловить Вот это стрёмно Телек не работает У меня такое подозрение Что просто Сигнала нету внизу А наверху Он будет мощнее И у нас есть шансы Что-то поймать Ребят Чурнобыльский закат Это вот Видите Смотрите Как близко Реактор И как он освещается Красиво Видите От заката Кстати Отсюда смотрите Ещё и Дугу можно увидеть Вот она Собственно Видите Почему-то Не могу поймать Ни одного Телевизионного канала Вот это Максимум Что удалось поймать Чуть-чуть Радио прорывается Хотя Даже антенну Крыши подсоединили Сейчас мы находимся В покинутом Городе Припяти Чернобыльской Зоной Отчуждения И здесь Для того Чтобы проживать Мы забабахали Крутую квартиру Сейчас мы вам покажем Итак Поехали Рум-тур Квартиры В Припяти Смотрите Это наш подъезд Здесь мы ещё Не делали ремонт Это наш лифт Который мы пока что Ещё не запустили Он не работает Это наши соседи Разумеется Они не живут Здесь полный погром А это Наша квартира Пока что Мы ещё не сделали Все комнаты Но тем не менее Уже здесь У нас работает свет Пойдёмте Пойдёмте в наш зал Который мы уже Сделали ремонт Здесь небольшой завал Но это сделано Так специально Потому что Могут гулять Сталкеры Милиция Кто угодно И чтобы они не поняли Сразу что тут Квартира живая Мы вот так Боком это всё поставим Кстати Ставить замки На квартиры В Припяти Это не лучшая идея Сталкеры Всё разнесут Так как они Очень любопытные Кстати Там какой-то шорох Да шесть Не копился Прям страшно Чувак Прям там Такая темно Кто там Давай быстрее Чувак Погнали Короче В нашу квартиру Панеслась Проходим Добро пожаловать Включаем свет На входе Нас встречает Ковёр С надписью Welcome Добро пожаловать Дальше Можно надеть Домашние тапочки Раззываемся Это небольшой прикол Домашние тапочки Мы же всё-таки дома Пацаны Показать Шуметь А сейчас там Пацаны Ковёр стелят Всё короче В процессе У нас пока что Работает Свечное отопление Зажено Где-то штук 20 свечек Если не больше Вот честно Не знаю Взор И от них Прямо Такой жар Чувствуется Тут намного Теплее Чего на улице Чем в соседних квартирах Мы во многих квартирах Видели Что стены Заштукатурены В зелёный свет И поэтому Нам показалось Что вот Именно зелёный цвет Вот такой вот Салатовый Это прям Дух времени СССР Здесь наша Кухня У нас имеется Вот такая Турбореактивная Горелка Вы слышите Газ Пошёл Небольшой запас Консервов Конечно же Свечки Которые мы Не только Отапливаем Но и освещаем Кстати Тепло Очень прилично От них идёт Короче Передача По домам Здесь у нас Резервный запас Нашего питания Вернее Это еда Которую ставили Сталкеры Консерва Но она может быть Уже просрочена Медина Надувная подушка Одна Надувная подушка Вторая Кружка Я даже не знаю Чего Это от предыдущих Сталкеров Мы трогать не будем Это оставляем Может они вернутся Сюда Смотрим дальше Что у нас тут спрятано Здесь у нас Резервный запас Имеется противогаз Очень хитрый Мудрёный Запас алкоголя На всякий случай Чтобы выводить радиацию Вольга Чтобы печь в ней Наловленную рыбу Конечно же И куча Всяких Сталкерских ништяков Я долго не мог понять Зачем сталкеры Берут шиповник В Припять Оказывается Его очень любят мыши И они подкармливают мышей Я видел Его вот так высыпают Под шифонерчиками Чтобы мышам Тоже было приятно Это думаю Почему тут мыши Уловим Ну тут у нас Личные вещи Вебку Которую мы хотим Спрятать Кстати У нас есть идея Нашу веб камеру Хорошенько запрятать И приконнектить ее Чтобы когда мы уйдем Из этой квартиры Мы могли наблюдать Кто сюда приезжает Как вам идея? Онлайн Трансляция С квартиры Из Припяти Сань Приоткрой окошка Пожалуйста И покажи Офигенные шторы Которые ты повесил Окно выглядит так Почему оно в пакете? Все очень просто За этим окном Могут ходить Полиция Могут ходить Другие Недобродушные Сталкеры Также организация Анархистов Вандалистов Которые тут Кстати тоже бывают И чтобы они Нас не увидели Мы закрыли Плотной Кленкой Мы нашли Обалденный Телек По какой-то причине Ни один канал Не ловит Кстати Антенна здесь есть Вот ее Камень я нашел Не рабочая Но мы попробуем Ремонтировать Все скорее Через эту антенну Он будет работать Что реально? Ну а зачем Она здесь? Слушай Давай попробуем Не забывайте Мы находимся Сейчас в Чернобыле И у нас Собственный свет В квартире Кстати Стальник обещал Сегодня повешать Плафон Так он его и не повесил Проблем с электричеством У нас нет Мы можем заряжать Любые девайсы Вот видите пожалуйста Все зарядка 95% Он же заряжен У нас есть Такой вот обогреватель Сейчас у нас Свечки Нам тепла не надо Но мы его можем Включить Он правда скрипит Очень страшно Можно посушить Обувь Согреться В этой комнате У нас имеется диван На который Мы специально привезли Домашнее постельное Кровать я испытал Теплая Отлично Спать можно Нас правда пугнул Какой-то зверек Только что хотел поспать Мы услышали Страшный шорох В подъезде Мы так стреманулись Оказалось Что какой-то зверь Забежал Все вскоре лисится Поэтому двери Мы плотно закрываем Здесь у нас имеется Все для стройки Шурупчики Стяжки Скотч Малярный Провода Трос На этом не заканчивается У нас имеется О! Это самый секретный отдел Здесь у нас лежат Снаряжение Смотрите Это комплекты Для построения Из обычной ветки Двух удочек Потом здесь имеется Спиннинг Макса Хочу напомнить Что рыбалка В зоне отчуждения Запрещена Этим могут заниматься Только профессионалы Исключительно Как эксперимент Потому что рыбу Ловить нельзя Ее надо сразу же выпускать Как же мы Выпускаем ролики Живя в Припяти Все на самом деле Очень просто Век технологии Уже достиг Такого прогресса Что Свои ролики Мы монтируем Вот на этом девайсе Естественно Интернета здесь пока нет Но я думаю В ближайшее время Санек его проведет Поэтому нам приходится Подниматься на крыше Чтобы опубликовывать Наши ролики Еще Что мы сделали В этой квартире Макс Рудада А что ты на крыжешь? Он мое имя Не мог выговорить Ну где-то Чемил 30 Обил Вот такой вот Старенький стул Ну он выглядит Неплохо И кстати Удобно на нем сидеть Подбирали Прямо под свет штор Не просто так Вот Ну естественно Вот это вот место Где я ночую Оно тоже вот Как бы все по стилю Антоха ты уже зашел Обувь Смотри на наш ковер Мы что с босиком ходим Ты что братан Бывает Все равно мне его стирать И конечно это Экстремальный вид отпуска Так я вам скажу Сложно здесь находиться И жить Особенно Когда у нас кончается еда Допустим У нас сейчас кончилась еда Мы завтра идем на рыбалку Будем ловить рыбу И кушать ее Вот на прошлой неделе Мы с ребятами Собирали грибы в лесу Вот каждый гриб Мы мерили Дозиметры Как бы грибы были В пределах нормы И мы вот жарили их С лучком С гречечкой Во Вообще было офигенно У нас есть Классный проводник У которого есть Очень классные связи Мы можем позвонить В принципе в любой момент Там ребята Привозят нам кока-колу Ребята привозят нам воды Да вот благодаря Диму там Шоколадки В общем какой-то инвентарь С города Да там необходимый Там та же посуда Одноразовая Пока что мы обживаемся В будущем мы постараемся Восстановить полностью квартиру Опять купим Строим материалы В общем сделаем Все необходимое Чтобы вот Приблизительно Привезти целую квартиру Однокомнатную Хотя бы на начальном этапе Вот в такой вид Если вам эта идея нравится Ребят тупо Лайк Подписка Комментарии Больше мы не надо Многие могут уже забыть То что мы находимся В Припяти Но стоит нам открыть Уходную дверь Как Зов Припяти напоминает о себе Осторожно Смотрите Ребят Ёлки-палки Тут погром Пожалуйста И холод И холод такой Сразу пошел Тут кстати мыши Капошатся Надо быть осторожным В окна не светят Видите это разруха Мы сейчас в Припяти В Припяти Там где нет людей Нет ничего Рисхуем 22 Фон немножко повышен Но это не за рук Я думал просто тут По Припяти Он чуть-чуть завышенный Это нормально Все таки шатамка Рядом сорвалась А самое главное подушка Это нормально Это вообще очень маленький фон Как для Припяти Квартира в удачном месте Сюда почти не выпало Радиоактивных осадков Но такого дикого пиканья Как на крыше нету Да в итоге страх возит Понимаешь Когда начинает сильно пить Ты можешь спать там Это завтра у нас будут Медицинчасти Всякая жесть Да не Вроде четко все В июне Я ему предлагал Пойти в Чернобыль Потому что у меня тупо Не с кем было Я только сказал Блин жди момент Как только появится возможность Так давай сразу И причем Он мне говорил Что около Шести еще блогеров Должно было пойти С нами в Чернобыль Но из всех остался Только один я Короче На ребят не обижаемся Мы передаем Пламенный привет Суперсусу Интересному И Фикусу Передаем привет Фантому Вадим Вадимычу Вадим Вадимычу Да В общем Даже Владу Резному Передаем привет Несмотря на то Что он В телеграме не отвечает Когда очень нужно Поговорить с ним Этот ролик Видит много людей И есть опасения Что эту квартиру Разбомбят Я прошу людей Не делать этого Не занимайтесь Вандализмом Наоборот Внесите какую-то Частицу себя В эту квартиру Да я не знаю Сделайте что-то приятное У нас ведь много ребят Мы сможем общими силами Делать Припять лучше Как бы она и так Настурдалась Реально становится Очень жарко Свечи греют Как никогда Поэтому снимаем Все лишнее Мы видели на крышах Есть трубы Через которые Сливается вода Мы хотим туда Поставить ванны Для того чтобы Набиралась дождевая вода На чердаке И с этих ванн Через текущий водопровод Который здесь есть Подсоединить воду В нашу квартиру Ни одного крана Целого мы не нашли Поэтому мы хотим Сюда привезти кран Сделать чтобы У нас работала Раковина А также чтобы Можно было наполнить Ванну Ну и конечно же Слив унитаза Как выяснилось Канализация здесь В основном рабочая Ничего делать не нужно Это уже плюс Ну самый интересный момент Работает ли здесь интернет Что я могу сказать Мобильная связь здесь Работает Водофон Лайв Макс сейчас шпарит Разоваривает Но интернет работает Только ешка То есть медленный Что мы делаем Чтобы здесь работал Быстрый Качественный интернет Мы берем Какой-нибудь левый телефон Который нам особо не нужен Включаем на нем Раздачу Wi-Fi Поотключаем его На зарядку Постоянно Через удлинитель И вывешиваем его На балкон Соседнего этажа Выбираем заранее Место такого Где будет хорошо Ловить 3G Соответственно Он раздает Wi-Fi И этим Wi-Fi Уже можно пользоваться В этой квартире Если вы не поняли Это самый простой метод Сделать Wi-Fi На даче Короче ребят Мы вот сейчас Только что задумались С парнями А представляете Вот сейчас Нас Нагребают пепсы Заходят в эту хвату И смотрите Что не видят Во-первых свет Во-вторых Покрашенные стены Телевизор Грелка И конечно же Кровати Которые биты Как будто новыми Еще Антоха Нам кухолает Плохо что полиции Все равно Кому писать протокол Увидели культурных сталкеров Они могли бы и не трогать А водолистам Надо наказывать Сильнее Сегодня я опять За рулем Так сказать Сейчас вот Замутил пацанам Похавать Отдущи в натуре И Санчес Погнали кушать Кушать? Ёмо Ребята Мивина в Припяти Она пахнет необычно Она просто пахнет Как будто Это самая вкусная еда Которую вообще Можно только представить Такое ощущение Как будто я никогда в жизни Не ел мивину И мне Какой-то французский Шеф-повар Приносит это блюдо И говорит Это самое вкусное Что ты можешь поесть В этой жизни Как пахнет? Я пахнет Какой закат Все Скорбное Брат Такая мелочь Такая вот терапия Такая вот Взрослая жизнь Два часа ночи Может лисится Возьми фонарик И посмотри Кто там Сейчас Закончим Ребят Жесть Мы решились идти Давай все Приготовимся Что там? Что там? Нам Я ножом взял Аккуратно По чуть-чуть Уходим Да это мышь Сто пудового Да нет Это громко Что там? Ты видишь что-то? Что там? Пришел Прикинь ты сталкеров Спугнул Сейчас как выбежит В окна только Не светите Ты хочешь сказать Нас опарышей Палец? Это барыши были? Прикинь Такое бывает Зверек просто забежал А что за зверек? Ну писак Слышал То что плитка Перебегается По езде Поэтому я думаю Что это кто-то Из людей идет Тихо Слышь Оно тут Тут Серьезно Это мышь Что мы мыши испугались? У тебя остался дихлофос Дихлофос Да Я думал Я не полиция идет Я даже камеру В трусы засунул Ребята Чтобы Короче Все данные Уцелели Ребят Ну что Как говорится Время сна Мы с ребятами Упаковываемся Видите Спим Так вот При свечах Затвало Наконец-то Пойдем на рыбалку Всем доброе утро Сейчас глубокая ночь Время 5.03 Это день рыбалки Наконец-то Моя миссия Подходит К началу Оп У нас осталось Три часа До того Как будут ходить Первый блокпосты Мы ночью Сегодня слышали Как волк выл И короче Все что мы сделали Это просто взяли Этот стул И подперли Эту дверь Это не волк выл Это Антоха Храпел Сегодня что-то Прям очень холодно Прям Антоха Смотрите Вообще Термобильон О да Это просто блаженство Так Какая вкуснотища Одна из самых Основной цели Проверить мип Реально ли в Припяти В Чернобыле Водятся здоровенные бугаи В плане рыбы Либо же все это вымесил Все чудненько Опарыши живы Опарыши живы Расскажи Чем может быть Чревата наша рыбалка Нас посадят В подвал Медсанчастия У меня другой вопрос Можно отравить Твоих Опарышей Поддерживаю Сто процентов Поддерживаю Пацаны вообще Не хотят идти Как бы они там Не говорили Что они хотят рвачить Тем не менее Смотрите Они тоже взяли Самоделки Это прям удочки Получается Это борзоведка Щетка И у них тоже Кстати есть прикорм Какие у меня Рыбы будут прикормленные И к нам Какие-то здоровенные Двуголовые Страшные звери Будут приплывать И проситься Чтобы мы их словили Надеюсь Мои мифы Которые я так много Слышал Они действительные Макс Расскажи Что это за паутинник Это прикорм Сюда мы будем Наполнять кашу Объясни А почему крючки Такие здоровые Потому что мы идем На сверх рыб В комментариях Как вы считаете Что у нас получится Словить Или вы думаете Что у нас ничего не получится Тут вообще работа полным ходом Кипит А тут уже завтрак Я думал одно кофе У нас будет Все полезное сегодня Человек сейчас Очень сильно воняет Я думаю Что они тем самым Смогут привлечь Очень большую рыбу Это реально Мой первый опыт Рыбалки Блин Поэтому мне даже Немножко волнительно Тут цивилизация Заканчивается И начинаются Опарыши Нам нужны Где-то речки Около 30 минут Специально Несу Удышки в руках Потому что Димон сказал Что если вдруг Нас запали Чтобы я их скинул Лучше сделать так Чтоб мне лица Не заметила Как-то сбросил Иначе они Разозлятся Очень сильно Ну что Ребята Мы пришли На пристань Капец Конечно Местина Тут нас спалят Да Здесь атмосферно Это уже стрёмно Димон Это не палево Прямо на пристани Конечно Палево Но мы же хотели Установаемую точку Ладно Мы быстро Ошегляемся Димон Ты тогда За палевом Следи На шухе Я всегда Буду Димон Димон Выключи Свет 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 Димон Там что Пошли туда Уточку Сами Ребята Тебюрочки Экскурсии Ходят Нам стрёмно Стало За шорохом Машина Какая-то ехала Вдалеке Мы решили Уйти Из пристани И зайти На деки берег Парабачить Пришли на рыбалочку Вон Короче 160 По гамме Собаке Блин Близко Это нормально Вдалеке 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 Отлично Ушла наживка Вот такого мышного червя Взял Рыбаки Сказали Что я Когда кашку Буду делать Больше вероятности Подучи Что-то ставлю Прикор Прасхожу Ребят Я надел На два крючка На первой надел Три опарыша На другой надел Червя Сейчас наконец-то Первый раз будет запрос Крючком Не зацепишь Когда-то закидываешь Блин Блин Класс Рыба гром Стала плескаться Просто натяжку Держи И чувствую Вибрацию В леске Только сразу Не подсекай Дай ей Заглоти Ну это что Бакс тянет Кажется Что-то поймал Ну что Блин Там ничего нет Зацепилась Тихо-тихо-тихо Пошли 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 Ты так В центр Не закинешь Все Братан Сейчас я решил измерить Гамма-излучение Здесь вот у воды Вообще фон маленький Стоит нам Отвести чуть от воды Тихо-тихо-тихо Смотрите Ребят Все Налево Налево Охренеть 400 Братан Возле воды Фон нормальный На берегу Чуть выше А вот пока Поднимаемся сюда Он резко вырастает Сейчас я постараюсь Найти горячую точку Где-то Вот там Может это руки У меня фамилия Сань Будут Самые сильные Что-то под землей Видать Да Ой-ой Сразу за тысячу 1400 Охренеть Вы слышите как трещит Сань Капец Сань Сань Какая норма? Норма 20 А здесь 1200 Клило Я был готов Я уже Ты видел? Я уже готов Был Решили достать Уточку Посмотреть Что там Ну что Что-то есть Блин Вот это облом Ничего нету Это загидушка Просто надо бросать и ждать Мы сейчас так время теряем 53 Вообще хроматина Это хищник там Да Плечется то справа То слева Ребята Ребята все ждут Клева Пока нету У тебя блесна есть Что такое? Наплеснить Вот так Закидывай Ну по идее Да Блесна есть Я хер знаю Сколько блесна Вот и спине Ну по идее Да Рыбалка в Припяти Это конечно Незабываемый Вообще Опыт И ощущения Если вы не верите Что мы находимся В Припяти Смотрите Ребята Вот они Брошенные Дома Ребята Рыбаки Можете написать В комментариях Что я неправильно Делаю Может быть Я не на то ловлю Может быть Нужно было Ноживца ловить И так далее Мы уже здесь ловим Наверное Где-то минут сорок И за сорок минут Ничего не словили Наверное Минут через пять Уже нужно будет закругляться Потому что здесь опасно Очень Можете объяснить С зрителям Чем чревато то Что мы здесь находимся Все больше и больше Делаю Что нас могут поймать И? И все В следующий раз Мы просто пойдем На другое место Которое находится Намного дальше От города Там где нет экскурсий Которое позволит нам Нормально вернуться домой И в принципе Пробуем еще раз Но опять-таки Повторяю Этого делать нельзя Категорически Ладно Это прикол Все Ты плачился Там уже рыба большая Ты что-то тянешь? Братан Не так Чувак Подтащи Прям до предела резку И потом на себя удочку тяни Не-не-не На себя На себя На себя Как на себя? Единей Болезь Рыбак Что там кукла? Кукла пошла Пошла Ну что? Большая кукла Блин Ничего нету Ё-моё Ребята Это фиаска Это просто фиаска Это жесть Смотрите Червяй нет В этом Блин Все Братан Быстро Быстро Закругляемся Опарыши Все целы А червей Хотя червя Так Блин Прикрячивать Ну ладно Очень прископно Но ребят Приходится уходить Отсюда Ладно Собираемся Уточку Маш Далеко не прятай Уточку Маш Далеко не прятай Понял Её здесь оставим Да нет Да 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 Забей на уточку Не парься Сколько Сколько Ну не знаю Тысяча четыре Это сто пять Да не может быть Короче Макс Не хочет уточку Оставлять на берегу Макс Нам идти через всю Припять Там знаешь Сколько ментов Просто спрячь её Сачок Точно так же нельзя Давайте я сачок Оставлю Ты скажешь Что ты бабочек ловил Что думаешь об этом Димас Да ладно Разводим Молодой Уточку Просто И всё Подписчики Да Потом Димонеза берёт Себе Классная удочка Давайте как болёл Урешка Разыграем удочку Вместо 100 баксов Блин я очень не хочу Оставать эту удочку Но пацаны Метоподоставляю Так что ребята Подписчики Которые здесь будут Вот там вот пристань Вот здесь отель Припять Я оставляю эту удочку Вот здесь Рядом Будут крючки И черви Надеюсь Черви доживут До того момента Пока вы их не лёте Чувак Там вонит Жёстко Отель руками Я так предпорошил Видите Совершенно беспален Да Там вонит Полторы тысячи А ты руками Листья скрипаешь Идиот Чё отчаливаем пацаны Да Всё надо идти Эх Хвост чешуя Не поймал я ничего Ладно Ладно Ох Ладно Ой Жесть Ты листья радиоактивные потрогал Там всё нормально ребята Ага Полторы тысячи Нормально Мы только что мерили Срочно готовим салфетки Потому что У Макса Радиоактивное заражение На руках Это не шутки ребят Не делайте так никогда Вот я не знаю Как он додумался Полезть В самое опасное место Которое мы нашли На самом деле Просто я для своих подписчиков Которые на моём канале Я специально для них Оставил удочку В Припяти Чтоб они могли ловить рыбу Даже дорогие друзья Мы только для вас стараемся Мы только для вас стараемся Мы спрятали удочку Да Спустя там некоторое время Она будет радиоактивной Рыбачьте на здоровье Ребята Я не буду на этом радиоактивном Блин ребят На самом деле Мне очень прискорбно Что так получилось Потому что я был уверен Что у меня получится Вас что-то словить В Припяти Но Тут можно что-то словить Конечно Но на этом нужно больше времени Всё Мы выходим К пристани Припяти Шесть опасных Идавал Типа один из самых крутых метров Самый стрёмный момент Мы куда-то вошли Ребята Это бед за часть Включаем Тосик Без него здесь нельзя Блин Уже превышение Небольшое Пятьдесят Служебный вход Осторожно Стёкла Фон в норме Смотри норму Тут экскурсии Всё вытоптали Это операционная Жесть Антох Макс Ты хотел бы Чтоб тебя на этом кресле Сделали операцию Нет Это оно самое Ребят Смотрите Аппарат для пыток Интересно Что фон вообще В норме Глянь там утка Я никогда не видел Таких уток На подставке Это жесть какая-то Я его смотрю А чё это Сталкера нарисовали Смотри распечатка Вот хитрые Это просто распечатка наклеена Прием больных Блин У меня реально больничное настроение Именно в этой самой части Были те самые пожарники Куда свозилось Очень много вещей Где было много людей Которые пострадали от радиации Вот оно знаменитое Места Макс Испытаешь кресло Смотри какие ступенечки Видите 16 Все в норме Вон как дома Почти что Быстро Выходим Смотрите Смотрите Мы уже слышим Как по городу Ездят машины Бусы И ходят люди Ребятам Очень опасно Быть возле колеса Потому что После того Как они пытались Его запустить Тут очень многие Полюбили просто После этого случая Да И хотят взять У нас автографы Вот колесо Жесть конечно Стремно Тут не то слово Ничего быстрый Там никого нету Люди 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 Он спиной стоял Туда шел Стостор Ребята На колесе был патруль Это тот самый патруль Который нас ждет Уже два месяца После того Как мы пытались Запустить колесо Чего сюда Чего не пойму Даши Ладно Сейчас узнаем Вау Мы подошли к колесу Там была охрана Мы развернулись Пошли в другую сторону Там два автобуса стоит По какой-то причине Экскурсии начались На час раньше И мы сейчас Заходим в какое-то здание С крыши будем Производить разведку Это Блин Прямо после колеса Пожалуйста Хоть я скинул удочки Потому что это Очень странно Ложенки с СССР Смотрите Повсюду наводка Типа спасается от радиации Сейчас мы можем Тихенько подняться Здесь на крышу Посмотреть на колесо Давай поднимемся Раз мы тут Что-то общежитие что-ли Да Похоже на общагу Должь и лестница Вау Почему? Блин Ребята Это фитоспорт Прямо себе Приключить Колесо Блин Прямо под носом Макс Дерево какое выросло Прямо на крыше Я видел У меня больше удивляет вид Который мы здесь видим с тобой Рядом Ербовой 16 этажки Реактор такой В тумане прям Так ребят пока никого не видно Там сейчас все пусто Но пусы только подъезжают Через густые дебри Двигаемся домой Смотри какой у нас залаз Ребята Это вообще жесть Кто придумал этот залаз Здесь все сыпется на пол Да похер вообще лезь Там все прям осыпается Вот-вот рухнет Надо очень аккуратно лезть Ребят Мы задержались с рыбалкой Теперь приходится нам Выбираться через центр Опасное время уже 8 утра На все идут экскурсии Общежития Да Это техникум какой-то НРК сберегающий Что-то такое Мы идем за заборчиком Это дорога сразу Ягоды не хочешь Попробуй для кака Смородина Что это за ягоды Вкусняшка Хочешь? Не Это походу волчи Подписывайтесь ко мне на канал Я сразу съест Это волчи Серьезно? Братан, это опасно Ё-моё Это жесткий тип конечно Вкусная капец Сладенькая прям Пишите в комментариях Что с тем произойдет Зачем есть волчи ягоды Не понимаю честно Ни в диарейке Те артучно будет Что-то сильно опасно Опасно то, что варет Зря я ягоду сожирую Нормально Ничем полезно Я жиповник бы еще попробовал Ну глянь баллон Там и там Могут быть автобусы Там они тоже не остаются Начинаются самые стремные Он говорит идем Все, быстро, быстро идем Блин, балево Блин, балево Фух, мы пересекли успешно центральную дорогу Что такое? Это гриб Это гриб Мы почти дошли до нашей хаты Запалов не было Никто нас не видел Белая девятиэтажечка почти новая Уже все знакомо Каждый подъезд практически И мы знаем Вот там одна хата сталкерская Там вторая сталкерская Мы уже знаем Как они выглядят Кто где живет Кто где приезжает Кто где уезжает Кстати, если вам нужна сталкерская квартира Пишите в личку Вот это наш подъезд Статер От лифтового мотора Щитовая Нам собственно подъезд Ну все, ребят Тут мы о безопасности Поднимаемся на наш этаж Что, Макс? Как тебе шуточки Димаса? Тебе жалко удочку вообще? Конечно жалко Дорого она стоила Да, дорого Димас просто ну очень хотел домой Он просто не любит рыбалку сильно Братан, не снимай Мне не в прикол Я реально хотел словить Для своих зрителей рыбу здоровую Не, реально это запрещено здесь Потому что это заповедник За это предусмотрено уголовное наказание Так что не жалко Правильно ты сделал Что спрятал удочку Для своих подписчиков Пускай их посадят Мои подписчики Они очень умные Я думаю они справятся И ребята, если вдруг вас ловили с удочкой Сразу вы кидаете удочку И говорите Это не моя Я ее первый раз вижу Все, и вам ничего не накажут Ребят, ну шо Мы уже тут живем достаточно долго И хотим ответить на часто задаваемые вопросы Под нашими видео про Припять Ну что, погнали Первые комментарии от какого-то Ивана Зачем вы приехали в Припять Там же радиация Вы все умрете У вас не будет детей Давай я наверное отвечу на этот вопрос Скандальный У нас есть с собой дозиметр И что я вам могу сказать ребята Бояться нечего Радиация здесь Не намного больше Чем в любом крупном городе Она не может причинить большого вреда Потому что ну сила излучения Уже не такая мощная Единственную опасность здесь представляет Это радиоактивные частицы Которые можно случайно съесть С немытыми руками Или вдохнуть Когда взорвался реактор Да здесь осадки Ну выпали как бы в разных местах Ну грубо говоря в шахматном порядке Да то здесь есть чистые зоны А есть реально грязные зоны Поэтому не переживайте за нас Мы профессионалы Нам можно Почему вы бегаете от охраны Зеленский же разрешил тут ездить Почему бегом от охраны Потому что Зеленский не разрешил Это не в его власти И вряд ли это когда-нибудь будет Может быть упростится система Проезда сюда Но это все будет официально Мы же здесь находимся не официально Это маленькая тонкая грань Когда у человека есть пропуск Когда его нет А что будет если я поеду в зону отчуждения Просто там буду ходить как турист Ничего не ломать Не вандалить Не мародерить Спасибо большое Хороший вопрос в этом чудесном подъезде Первое что может с вами случиться Вы хапанете какую-то дозу радиации Второе Это естественно Вас может забрать по трубе полиции Военная охрана Вам может быть протокол и штраф И что дальше с этим протоколом Ну смотри На самом деле протоколу ничего страшного Будет максимум штраф Либо же предупреждение А какой штраф сколько? Сколько штраф? Семнадцать Гривен? Сейчас такие все ломанули Семнадцать мне бутылковых минимум Ну это незначительная сумма Понимаете почему мы вот собственно с ребятами бегаем? Потому что у нас много камер А здесь неофициально снимать нельзя Соответственно все кадры могут удалить Да ребят если даже вас ловят То стойте на своем Не отдавайте ни телефоны, ни камеры Они не имеют права забирать у вас полиция Поскольку это ваша собственность И всегда защищайте свои права В какую бы ситуацию вы не попали Очень часто задаваемый вопрос Где вы достаете еду? В Припяти нет магазина рабочего Это факт Ближайший магазин находится в городе Чернобыль Но это достаточно далеко И очень опасно туда ходить Потому что там много охраны Нужны пропуска которых у нас к несчастью пока что нет Оказывается в Припяти есть доставка еды Ну по сути тут работает доставка чего угодно Нужно просто позвонить по телефончику Скинуть деньги на карточку И в указанном месте просто сделают закладку Все Приходишь возле своего подъезда Забрал еду Посылочку И ты отдыхаешь Я забыл что в эту закладку можно положить деньги Не можно на карточку Либо деньги поставить Да Там типа несколько вариантов реально Да 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 Ну и собственно самый задаваемый вопрос Это зачем мы переехали жить в Припять Ну вообще у нас грандиозные планы Мы хотим восстановить этот город Хотя бы по чуть-чуть Вот мы уже одну комнату Потом хотим восстановить коммуникации в этой квартире Далее мы хотим запустить такой челлендж Тренд Чтобы люди повторяли Сталкеры старались не разрушать Припять А наоборот восстанавливать Где-то там убрать Где-то отремонтировать что-то Чтобы дольше сохранялось Это все-таки история Завязывайте хейтить Делайте добрые дела Второе Это все равно как ни крути Это экстремальный вид отдыха Как та же самая рыбалка и охота И с годами все это дело развивается Да здесь палево разговаривать Потому что мы вышли на улицу Да здесь как бы экскурсия рядом ходит Можно тихонько Микрофон чувствительный Да Я хотел вообще побывать И почувствовать эту атмосферу страха Я ее реально почувствовал Спасибо реально пара парень Следующий вопрос Касаемо вашего прошлого видео Перебывания в Чернобыле В атомный реактор вы официально ездили или нет? И очень много вопросов Касаемо слова футуристично Здесь находился атомный реактор Посмотрите какие футуристичные баллоны О это Антохи Он так любит радиацию Это было нелегально Да Это было нелегально Потому что официально туда не водят Вот хоть загуглите весь интернет Нигде вы не найдете экскурсии На третью очередь Касаемо футуристичного Меня просто перехватили эмоции И для меня казалось Что то что сейчас я вижу Для будущего это реально футуристично выглядит Ну что ребята Я могу вам сказать в конце Этого маленького интервью С ответами на вопросы Будьте добрей Не мусорите в Припяти Не вандальте И тогда к сталкерам охрана Будет относиться гораздо лучше Соответственно наказаний будет меньше И только общими усилиями Мы сможем сохранить этот памятник Величайшей трагедии человечества В достойном виде для наших Можно так сказать потомков Надеюсь мы вкратце ответили на ваши вопросы Но вы не останавливайтесь Пишите в комментариях Может действительно У вас есть какие то Темы Вопросы на которые Вы хотите узнать ответ Подписывайтесь на канал Ребята Вы наверняка думаете Что мы тут живем одни Вообще тут никого нету Скучаем Но по факту Мы часенько видимся Со сталкерами по вечерам Но Сегодня Мы хотим поехать К людям Которые здесь тоже Живут постоянно В Припяти Мы не нашли таких людей Которые живут постоянно Зато рядом есть села В которых живут Самоселы Пообщаемся с ними Немножко посмотрим Какой у них быт Посмотрим их огород Где они выращивают Радиоактивные продукты Да как все думают И действительно Замерим грунт И поставим уже Вопрос ребром Действительно ли они Так сильно фонят Короче вопросов У нас будет очень много Не будем задерживаться Погнали Понеслось Мы собираем финальные вещи Конечно немного страшновато Оставлять квартиру без присмотра Вдруг кто-то сюда залезет Пока нас не будет Вот такой шикарный вид за окном Припятский Мусорок мы вынесем полностью Даже пакеты И оставим здесь ведро для мусора Ну что Красиво смотрится Да Поддерживайте чистоту В городе музее Припять Вот так даже По уходу мы шторы зашториваем Чтобы никто не видел Что здесь хата построена И вход в эту хату Тщательно замаскируем Он будет выглядеть Совсем непривлекательно Так что не ищите Найти ее будет очень сложно А если найдете Пожалуйста не Вандаль тень Еще если найдете То никому лучше не говорите Потому что информация Может попасть вандалам Каким то Которые все тут разнесут в щепки Тапочки я тоже оставляю Коврик велкам остается В путь Погнали Да Го-го Здесь А тут все конечно Что-то Делега Тщ-щ-щ-щ Мы в Припяти Тихо Сейчас мы идем к ковшу Который убирал графит На взорвавшемся Четвертом энергоблоке Радиактивный ковш Да Мы пришли Вот он самый Доставим дозиметр и смотрим за уровнем радиации смертельный номер, ребят один, двенадцать тысяч, тринадцать четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, двадцать, совсем по тридцать там тридцать три внутри блин, надо прям к металлу поднести надо прям к металлу, динам ты мажешься, вообще ты пятьдесят, семьдесят камера чистая да, слушай, рукой коснулся двадцать, пятьдесят сейчас были, смотри, шестьдесят восемьдесят тут самая грязная точка сколько там? ух ты, емае Саня, это очень жестко ты думаешь, загорит? короче, тут самый пик четыреста, пятьсот, пятьсот семьдесят пятьсот семьдесят тысяч мне ж не по себе стало, потому что я чувствую, как ты херосер это, наверное, самовнушение, но пятьсот семьдесят тысяч это прям, ну, колоссальное тут очень много разный радиоактивный отход что такое? тебе плохо, братан что такое? в лошке потемнело не, не, без шуток ты что догонишь? серьезно? даже время, надо быстрее, долго не находиться Антоха, все нормально тихо, пацаны, я без шуток посними рюкзав блин, давайте помогу давай, давай это от ковша подальше все отпускает? если я внутрь залезу, сколько мне нужно, чтобы обучиться максимально? понимаешь, радиация такая штука, она до конца не изучена никто тебе точно не скажет но пятьсот семьдесят тысяч я тебе скажу, что это превышение, знаешь, во сколько нормы? двадцать пять тысяч раз превышение это очень огромный фальбон, мутация начнется его называют ковш смерти двадцать пять тысяч раз превышение смотрите, здесь просто лес и по лесу разбросано очень много разной техники вазики какие-то какие-то кабины и они тоже все очень дико фонят это кладбище техники, которая участвовала в ликвидации последствий ЧЗО короче, технику отмывали и через двадцать пять лет ее должны были заново взять и использовать но так как тут было очень много вандализма в основном все машины были побитые проколоты колеса повытаскиванные двигатели и особенно через двадцать пять лет, когда все кинулись пытаться запустить эту технику они поняли, что это уже не рентабельно и она таки осталась брошенная верно? нет нет вообще такая чушь прикинь, это все мне рассказывали на официальной экскурсии нет, но они пытались отмыть ее, естественно но блин, это не двадцать пять лет сейчас мы проходим самый опасный участок станции Янов офигенный обзор, поэтому нас могут запалить поэтому надо очень быстро пройти мы уже почти на базе металлистов вот кабели, по ним как раз подведен свет сюда тут можно подключаться только аккуратно, чтобы никто не видел сейчас быстро-быстро валим Димон орет, говорит, быстрее, быстрее потому что мы сейчас в очень полевом месте да, находимся? да, это сверх паровое место офигеть я упал я упал почему вы вдвоем упали, неожиданно? а что упали, блин? я шел, шел, шел да, елки-палки да, шел я тоже упал здесь, Антоха, да? все, все, погнали, погнали это поле, через которое у нас воде в воде начало где просто жесткие ямы вот так, ребят, выглядит село смотрите, деревянные заброшенные хаты полностью эти уже пошатавшиеся совсем антенна стоит, окна на месте ребята, кричат, кричат, они как догораться не могут до людей да, чистенько тут ребят, прикиньте, в Чернобыльской зоне люди все-таки живут и мы вам сейчас покажем причем у нас прежде выращивают то есть, оно что выращивает как вы считаете, нас примут с самоселы, хорошо или плохо? мне кажется, они будут рады мы им привезли шоколадки, гречки, крупы всякие, там чай, кофе ребята, смотрите, огород слышите? я вас угощу, идите до мэнэ бабулька нас зовет, что пойдем? надеюсь, мы не спугнем смотри, там огородки здоровенные офигел тут же нет у нее никакой там сотки она может садить сколько угодно посмотри, сколько территорий много каждый метрик она может себе взять, посеять потому что ей никто ничего не скажет соседи вообще есть, интересно у нее или нет? представляете, люди, можно сказать, тут живут автономно интересно, тут воруют картошку здравствуйте здрасьте можно к вам? а я аккуратненько-то вот так же можно пройти? как у вас дела? здрасьте садит бабе чеснок чеснок садит? ага картошку уже уж выкопали выкопали картошку, а это чеснок а то подготовила, чтобы орать на зиму органики нема, гарбузы съела, так гарбузы по раскидала мы вам там немножко привезли, покушать все осталось мы сами там ездили фильм снимать ну, детки мои, я говорю, треба досады туда нет, да у нас там и туда, там вас оставим под домом, возле колодца, если вы не против нет, так нельзя вы привезли, мне треба вас угостить не-не-не-не не-не, даже не думайте хорошо ну, детки, мне же требало досадить сюда эти рядочки хорошо берите или садите меня главное добавьте сейчас видите, вот это берет жубочка ага вот этим, унизу такое о на таком расстоянии давайте, понял да а можно снимать? и снимайте, иногда покажут, как баба чеснок садит хорошо откуда все они? с Украины, ютуб-канал у них есть мне сегодня уже звонили, я на них скажу мекки иностранцы? 15 человек до вас, баба приедет о, а кто это вам так хотел? Юра? Юра Мороз мне это ж треба, когда их будь, угостить их треба рассказать вам, они же всех фотографируют, да мекают я на них скажу мекки, бо я же не знаю, что он никак я вас тут был, помните, может в одиннадцатом году? сынок у меня знаю, знаю, сколько вас тут за год вот это уже 50-е да, вы очень популярны? ну, ты же то городочка садит рада вот этого, да да, садись, садись, сынок садись вот гарные хлопцы это уже будет и на вашу долю чеснок эх ты бачишь, ты посадил а, два нельзя было? неправильно посадил так, а что неправильно сделал? а ну, побачим все правильно вот этой штукой? вот так вот? да, 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 да дни о господи хлеба соль на престоле по концу веку и рады господи на всякую долю и на зазулю и на гулю и на тех кто украде и на тех кто поест какие то тыквы интересно вкусные чернобыльские, наверное понят Это же конец сезона, самый-самый конец, она наверное целый год запасает, как ты думаешь запасы? Конечно, представляешь, что тут даже магазинов нет, она даже хлеба не может купить, ну это ж ужас Здравствуйте Здравствуйте Это тоже наши ребята У тебя не мыки? Не, 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 не мыки А кто такие мыки? Я не знаю Иностранцы А Мы палешники, как мы знаем и украинские, и белорусские, и русские Полешники это те, кто проживает на Полесе Почва такая песчаная, наверное поливать часто приходится И грамма не поливаю Да А это же где бачите торг, торг ямики Это же не песок, а это серая земля Это же шипаньская земля Что делили, когда на каждое хозяйство по соток цичит Это же у нас осушенные земли Это уже авария, где-то заробили Все заросло, что тут было золото дно Рода баба И с самой осенью, да и там все это на городе Представляю, сколько тут работы И ведро сюда дома заберем А ящичек плетеный такой у вас, да? Самодельный? Да Коробки, а в губи не плели, я не купляли Это называется обруч А это сосна Сосна колется И тогда делается такая коробка А вообще здесь сколько у вас соседей осталось? У всех пятнадцать А одиннадцать хозяйств Это значит, ну там кто под бог еще живет Вода этого хлопца треба забирать мне до дома Да конечно, я же уже под упряжкой Тут же не надо такого дубчика, чтобы погонять тебе Да, найдем сейчас Дубчика Дешкольника, мы будем тебя погонять Ребята, возьмите, пожалуйста Даже грабли самодельные, да? Да, это мой дед грабил покойный Такие были сто лет назад, да, у людей? Да, бачите, раз кололоса, так он дротиком зрезал У вас тут можно проехать? Можно все, можно ехать Ты знаешь, у меня такое чувство, что мы телепортировались на сто лет назад Ты видел, там вообще просто самодельная Все, сумка самодельная Краблицам Я представляю, вот эта бабушка сама таскает здесь Ну да, тяжеловато А так баба всю картоплю сюда и потягал И картоплю, и морку Это тяжело Конечно, тут молодой прошелся и уже А бабушка, мне уже 78 год Как вам удалось приехать? Давайте Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, баба Мария В гости Я не хочу, что я Мы до вас захочем зайти через 20 минут Просто я сопровождаю, чем сфотографироваться Более блока Графитового На одну хвилин Я с Кристином сегодня Я тебе говорю, бабушка здесь в всем суперзвезда Димон, а что за блок графитовый? Потом Потом Фонит? Сильно? Кто же сюда его притянул? Ты слышал, Антоха? А, тут есть Хорошо, едовый блок Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Когда раз приехало, три автобуса Ого Это же Треба же где принять А уже год Дай сюда Чеботы Опасные Да не Не, вот так Дай сюда Вот Утыкает Оооо А где моя машина? У вас свои лайфхаки Как здесь все вон-то? Ну, честно, ощущения смешанные Очень чистенько, обратите внимание Новый заборчик Калиточку закрывать надо, а то гуси убегут Сарайчики Что, можно заезжать? А здесь заедешь? Да, конечно Ооо Более Тебе я стихно праван отдала Вот так вот На мою маму Ничего Мы научимся ездить Ооо А ты уже приехал Все, гавария, ДТП Белопата ваша? А так и повешать А то баба трапки вешает, чтоб не было по двору Баба не любит загаруски А хочет, чтоб было на месте Уютно у вас? Уютно Да, по-деревенски Детки мои, я уже ел бабу Теперь же острова руки помнит Ты по-белорусски понимаешь? Так, чуть-чуть Ты видишь, бабушка говорит, сколько здесь туристов Смотри, натоптано как Ага Закрывайте только подгинайте А что еще подъехать А что еще подъехать А что еще подъехать Будем у вас в арабстве Я сглобнял все те Созываться, да, здесь? Да не надо Я надену ваши члоботы Да? Да Клобар подав тебе баба стоит Это вы? Ого Радиоактивные, наверное, грибы Ну, наверное Смотри, сколько грибы Такие огромные Прям нереально Тут пахнет даже дача Чувствуешь? Дачный запах Да Ну, хати побажешь Я на дворе теплонька А у вас на дворе буду угощать Это такая хата, как мы заброшенных Знаешь, начальник, только это целая Как будто в музей, знаешь, зашел Даже не скажу, что Чистенько-чистенько Печь просто в идеальном состоянии Не может быть в такой хате спали сами Да? Вот так для сравнения выглядят другие хаты Чернобыльской зоны Здесь мы видим печку в отличном состоянии Здесь есть большая лавка И просто народ собирался здесь Я не знаю, зачем Но зачем-то модно закрывать телевизор Вот такой штукой Серьезно? А, это типа, знаешь, говорят, что Нечисть отражается в зеркале А, тут цифровая приставка Пульт вообще GVC Старенький-старенький, обалдеть Иконы Блин, у нас такие часы были Я точно помню, когда я мелким был Прям один в один Старенький, да? Да Ну да, печечка, смотри, какая она Просто в идеальном состоянии Это же сюда Дровишки, да, ложат Тепленькая А это же топить надо не здесь, а там глубже, да? А мы не знали Куда можно поставить? Чуть-чуть привезли Вот там у кресла вложи, сынок Все, спасибо, понял Привезли чуть-чуть еды, которая у нас осталась Смотрите, какие прихваты Кочегары Взять горшочек и туда, чтобы внутрь засовывать Прям как в мультиках, знаешь? Да А там баночки лежат внутри А то баночки баба экономит газ, да выпарывает там баночки А можно так? Ой, сынок же Кто-то так урезался А, это Ой, сынок Ударился Ударился, да? На нас предупреждали Да я слышал, но я как-то бегаю, понимаешь, что это написано Я тебе, сынок, палачу в дар Дух ништи, Господи, своим духом, я словами, сам Господь Бог и с помощью Ехал в Суд Христос, на Сивих калах, на Золотых калах, книжечку читает, им и удар выговорает Пфу, не на тебе света земля, с хат и дымом, с двора ветром, а тебе, Хай Бог даю, чтобы была помощь Спасибо большое, спасибо Главное, второй раз не удариться Тут просто как бы... Чего? Смотри, что я увидела Классический ковер с кем? С оленями Я хотел сказать, что здесь очень уютно Чувствуется уютно, чистота Выглядели квартиры в Припяти, да, тут есть современный лад, но здесь очень много таких именно деталей того времени Даже вот по тряпочкам можно, вот смотри, по сути Это не стандартные тряпочки, явно это вышивка, ручная работа Угу Ну маленький домик, да, там у всех вообще большие люди По-разному же бывает Ты знаешь, в маленький домик то проще отопить Главное никакой домик, а как за ним ухаживать У меня борщ зеленый Не, 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 тут к вам уже Бабаки придут Они уже ж были у Маши Ну вот трошки то на двор Постуру неси Ой, спасибо А тебе чарочки дам Берете четыре чарочки Давай я помогу А тебе горелку дам Ух, haha Ух-ты какая интересная Это из того, из пусты large Какая бабушка гостеприимная, просто Представляете, и она живет здесь вот в покинутой зоне чернобыля Как тебе? хочется кушать? Ну мы ж ничего не ели Ты посмотри какое сало Смотри какой рукомойничек У меня такой в деревне было Зеркальце, все, мыло накрыто от дождя Тут даже видишь что б не брызгало, что-то было посажено Серьезно, очень гостеприимная бабушка, я даже не знаю, аж хочется ей вот все отдать. Как пахнет, прямо оттуда чувствую уже запах огурчиков. Это же все домашнее, да, я так понимаю? Какая вы умница. А как к вам внуки приезжают? Это ж сюда пропуск надо делать. А мы же на КП записаны, и на каждую семью по 10 человек записывают, а больше нет. А, то есть 10 родственников может, да? Их пускают. До 24 жовтня будет мне 32 года, как я сюда приехала. Вот деду мер, где его сестра в сквере живет, где приехала, ездили в Азота, платили гроши. Чтобы вы пустили, да? За человека на сутки 100 гривен платим в Азу, а также нельзя пропустить. Наливайте, дедки, наливайте. Все, давай. А магазина нет у вас? Приезжают, может, к домашнему. У нас магазин приезжает в 6 недель раз и только треба записаться, вот так не дадут. А вы заранее заказываете сейчас, да? Там баба Ганька живет, она пошла, чтобы дали хлеба, а она не дала хлеба, не записаны в список. Ну, скажите, вот люди же приезжают к вам, все равно они что-то привозят, оставляют? Я на них кажу, приезжают, так, те хлебца привезут, те сахар привезут, а те вермишель, а те чаю, а кто даст 10 или 20 гривен? Ну, тут зависит уже от совести. У всех же не одинаковая пенсия. Я в колгоспе работала, разнорабочая, то у меня пенсия 1800, 82 рубля и 37 копеек. В месяц такая маленькая пенсия? Такая маленькая, так как это Юрко уже даст мне, и это Кристин. Все же они знают, что у меня такая маленькая пенсия, как они тоже едут и тоже мне везут. Вам пенсию привозят, получается, да? В месяц раз, с 7 числа, и мы тогда платим за свет. А баллоны раньше везли через три месяца раз, а теперь через полгода. Я сей раз не брала, потому что за дрова заплатила. Тоже из пенсии, да? Из пенсии. Охренеть. И снова за баллоны, так как уже я не брала, потому что мне нужно было идти взаймы. Так я уже так, это уже печь топлю, а как уже грубо протоплю, да в грубо ставлю. А то в печи уже до сегодня зеленого борща сварила. Жесть. Ну это как-то стремно, я бы сказал. Сынок кинули нас на выживание. Они кажут, едьте там, где вам подавали жилье, а все заповедник. Это же Порошенко подписал заповедника. Сюда и только чины ездят. Им можно ездить и лодки возить с моторами, а там море, лодки, катеры, что хочешь. То есть, ну они едут туда рыбачить, браконьерить. А что они? Живности же много, да, за 30 лет развелось? У меня не было еще енота. Чего не залезли, бо хлопцы же обгородили. А козы и зайцы есть. И у меня он заяц живет. Вот он заяц. Тоже дикий, да? Да. Можно посмотреть? Можно ходить. Сфотографируйте. Настоящий заяц. Дикий заяц. Так вы его поймали, что ли, сами? Так он еще только нарадился. Маленький, да? Маленький. Маленький, да? Я кричу, Юра, Юра, Юра. Он что такое, мама? Гадюка. Я говорю, не еди, сынок. Он пришел, он так и сидит маленький, что нарадился только. Да, посмотрите, уже какой заяц выросли. Оце отдала его миска. Ця бутылка молока на три раза ему. Вранце, в вечере. Он уже день не ест. Блин, прожорливый заяц. Не выскочит? Вон до бабашки эти сидит. Уже велик, уже выросли. Так он боится нас. Он боится, он боится. Ну, бедолага. Они только ночью живут. Он глаза испуганы. Маленький ты, а? Маленький зайчончик. Привет, малыш. Мы тебя не обидим. Степашка на него. Степашка? А, заяц. Он не будет ест. Да, он боится. Он только ночью ест. Только ночью. Помалу, помалу, помалу. Вот так. Ну, он меня боится. У него глаза аж такие стеклянные. Ну, ешьте, ешьте, детки, ешьте. То есть сало, так-нибудь на мерзкие ноги. Не обижают вас туристы? Не, не. Они такие, что боятся радиации. Пришла, ухаживает такой стуль. Посадила и пошла. И даже дверь ее открывала. И она не брала все за дверь. Боится радиации. Скажите, какая здесь радиация была раньше? Большая или нет? У нас вот сколько ездили. Ух, кто у меня вот сколько было. Скоро смирали, я же вам скажу. Только сказали вот эту лавочку, то мы заменили. То, что покойный дед мой заменил. А то нигде не находили радиации. И в печи, в попел, и в грубе. И где-то нигде не находили радиации. Вам столько людей приезжает? Вы не устали? Я так, что устаю. А я так, что жду, чтобы кто приехал. Я ж тут одна. Немайским. И словом перекинутся. Я там иду, машины едут, я поглядю. Я так, что едут, пипнут, я им помахаю. А я так, что проезжаю. Это уже у вас, короче, хобби, да? Жалко ли. В целом как, зимой не холодно вам жить. Бедная бабушка просто ну куда деваться? А здесь не магазинов. Раз в шесть недель привозят и продукты. То есть, ну, хлеб. Да, он же пропадет. Скажите, а вот медпомощь такой есть? Немай, не мать его. Вот эти туристы приезжают, я прощу, скажу. Молку от головы у вас тут едут. Так ты даст от давления, ты отдаст от головы. А ты, скажу, ноги помажешь. Да, вот так и дают. Ладно, бабушка, сейчас мы не прощаемся, сейчас мы подойдем к вам. С вашего позволения. Да. Вам помочь может быть? Ну, ничего, ничего. Я думаю, хребень 300 оставить. Классань, я бы побольше оставил. Тысячу давай и оставим, чтобы он прям вообще... Отстань, пожалуйста. Давай, давай. Три, девять, десять, десять. Я сейчас... Таблетки есть. От головы и мази. Тоже ей там им не привозят, прикинь. Я ей даже оставлю шампунь и мыло. Пойдемте. Ну, я думаю, бабушка должна обрадоваться. Я думаю, ей это будет важнее, чем надо. Аккуратнее голову. Бабушка, можно? Все. Не-не, мы принялись. Да, будем уезжать. Бабушка, смотрите, здесь обезболивающие от головы, от глаз, короче, и от живота, и от изжоги. Все, ну разберетесь, там и нурофен, и все в таком духе. Потом мыло, шампунь, чтобы руки помыть и так далее. Бабуль, и еще. Спасибо. Собрали все, чтобы вам как-то помочь. Вот, бабушка, тысяча гривен. Ой, детки мои. Бабуль, вам это будет от души. Спасибо, спасибо, детки мои. Как смогли, так и помогли. Спасибо, приезжайте, что добавьте. Ну, за такой вкусной горилочкой не грех приехать. Так что ждите в гости. Приезжайте, приезжайте. Спасибо вам за гостеприимство. Спасибо, детки, что не забываете добавить. До скорого. До скорого встречи. До скорого встречи. До скорого встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, детки, до свидания. Впереди нас ждал долгий путь домой в Припять. Вернувшись в квартиру, где мы делали ремонт, обнаружили, что там кто-то был. Хорошо, что мы оставили в ней скрытую камеру. Там творилась вообще какая-то дичь. Я не знаю, можно ли такое на ютубе показывать. Не забанят ли нас. Но об этом уже в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин